Я шагал счастливый и недовольный под ручку со своей женой, а в кармане у меня лежало брачное свидетельство. Первая причина неудовольствия — этот высокоторжественный день получился довольно кургузом. Повсюду, и в пансионе Моники, и в мэрии, и в зале бракосочетания, и в церкви, и от паперти до ресторана, нас старались поскорее сбыть с рук. Скороговорка и прочитанные соответствующие статьи законов, обычная цепь формальностей, практикующаяся в субботу утром, когда какой-нибудь шестой заместитель мэра гонит церемонию на курьерских, церковная служба по дешевке, без органа, ковров, в боковом пределе, скудное меню. Моника надела белое платье, которое потом можно выкрасить в любой цвет фату, белую волну тюля и приколала три цветка кавы. Мэтр Ганн, мадемуазель Арбен, кузен седьмая вода на киселе, случайно оказавшиеся проездом в Париже, две подружки по пансиону, в том числе уже известный читателю Габриэль, моя консьержка, завербованная в свидетели с целью уберечь Монику от непочтительного отношения, и целый табун соседей составляли весь свадебный кортеж. Я должен бы добавить и тень Пойль, но о ней по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Что касается Фреда, я до последней минуты надеялся, что он приедет, но он или не пожелал себя компрометировать, или не сумел добиться отпуска. Вторая причина неудовольствия. Мэтр Ганн, величаво отрешенный с излишне покровительственным видом, заменяя отсутствующего отца, подводил Монику и к трехцветному шарфу мэра, и к стихою священника. Против воли я вспоминал кранские свадьбы вследок. Именно так мс. Резу вел к алтарю дочек своих фермеров, вручив им предварительно в качестве дара, а зеркало или пару простынь. Третья причина неудовольствия. Я согласился на церковный обряд. Через несколько дней после своего визита отец обратился ко мне с письмом, изложив вторично все свои соображения. Он закончил челобитную следующей фразой. «Если уж ты женишься на своей крошке, то хоть женись церковным браком». Я тут же понял, или просто подумал, что понял, это извращается моя матушка, и немедленно истолковал для себя эту просьбу так. Мадам Резу мечтает о гражданском браке и надеется достичь цели, требуя обратного. Тогда она сможет не считаться с моей женой, объявить, что Моника незаконная ее невестка, а просто узаконенная любовница сына. У нее будет превосходный предлог нас угнетать. Я сразу же решил удовлетворить эту просьбу, но никак не мог примириться с тем, что, проявив внешнюю покорность, я отрекся от самого себя, пожертвовал собой ради тактических соображений. Конечно, две трети моих современников вступают в церковный брак, просто подчиняясь рутине. Обряд крещения, свадьбы, публичного отпущения грехов входят в состав декорума, где священник играет точно такую же роль, как церемонии мейстер. Ну, конечно, многие неверующие соглашаются приклонить колено на бархатную скамеечку из вежливости, потому что так поступили в свое время их родители, потому что невесты, те ущелья, собственное положение вынуждают их к этому, потому что гражданская свадьба, в конце концов, слишком уж простая формальность, потому что лучше застраховаться дважды, чем один раз, особенно же в тех случаях, когда желательно не слышать слово «наложница» и приобрести право на уважение к консьержке. Со своей стороны, Моника даже думать не могла о гражданском браке. Она жила в религиозном пансионе для молодых девиц не по душевной склонности, а по необходимости, и хотела получить, так сказать, моральную гарантию, что в какой-то мере тоже не оставляла меня равнодушным. Церковь она посещала редко, ходила к миссии, как ходит в баню, и религия была для нее как бы чистое белье. Впрочем, религиозность Моники была сродни той типично женской набожности, в сущности какой-то неопределенной, случайной, когда прицепляют образок к браслетке ручных часов, пренебрегают Богом Отцом ради какого-нибудь святителя, попредставительней и в календаре ищут переходящие праздники, особенно если при них есть пометки «нерабочие». Все эти причины, впрочем, охватило бы и одной первой, не только вынуждали меня огласить наш брак, но и не возражать против церковных обрядов, словно все это было в порядке вещей. Добавил в мое оправдание, что ко всему этому примешивалась тоска по абсолюту, желание придать вес своим поступкам. В свете этих соображений я способен был венчаться одновременно у кюре, у пастора, у православного священника, у имама и у языческого жреца, лишь бы мой брак был законным в глазах всех богов и согласно всем обрядам. Однако, как я уже сказал, я не был с собой доволен. Я испытывал странные чувства неловкости делать что-либо наполовину никак не в моем характере. Не люблю я также действовать в силу второстепенных причин, причинять неприятность мадам Ризо, делая приятной Монике, этого мне было бы слишком мало. Жалкие мотивы сущности, они лишь кое-как прикрывали компромисс во имя застарелой ненависти и юной любви. Вот почему я шагал одновременно счастливой и надутой под мелким дождичком, чувствуя, как в желудке у меня булькает шипучка, изображавшая шампанское, и ведя под руку Монику. А ее тетушка стеменила вслед за разбивающимся белым тюлем и пыталась остановить такси, чтобы поскорее попасть на вокзал. Я шел, твердя про себя, что единственное первое «да» имело законную силу, и что Бог, если Богу есть до этого дела, не слишком должен быть полечен вторым «да», небрежно брошенным в лицо викарию, который, торопясь закончить службу, бормотал что-то по латыни. Но самым главным «да» было и остается третье. Не надейтесь, что я опущусь в подробности. Я до глубины души презираю тех новобрачных, которые между двух рюмочек аперитива или на двухстах страницах романа расскажут вам, как они опрокинули мадам на постель, сообщат простафили, где и сколько у нее родинок, опишут линию ее бедер, а в конце всего поведают о своих весьма сомнительных рекордах. Когда-то утверждали, что мужчина женится, чтобы положить конец определенному периоду своей жизни, а потому женился он поздно, утвердив сначала на других свой петушиный престиж, о собственной жене он говорил в завуалированных выражениях и каким-то каплуньим голосом. Думаю, что мое поколение, которое женится молодым, устремляется к браку как к некоему началу. Оно обращается с законными женами, как с любовницами, и гордится скрипом пружинного матраса. Я намерен уважать свою жену. Тут не просто капитуляция перед романтикой или даже перед целомудрием. Напротив, тут упорное неприятие всех тех мерзких подробностей, что несет с собой совместное существование и слишком будничная близость. Уважать женщину — это значит воевать с женщиной, не позволять ей распускаться. А ведь один Бог знает, как склонны женщины распускаться, коль скоро они имеют право каждый вечер раздеваться при вас. Требовательность, которая приучила меня моя мать, возможно, переменила знак, но осталась все такой же настоятельной. Я не вступлю в сделку с любовью, как не вступал в сделки с ненавистью. И тут нужен высокий класс. Любовь, ненависть — все это мифы. Монтеске говорил о счастье, что оно — определенная способность. Способность к определенному стилю жизни. Любовь — не этот стиль, а лишь один из этих стилей. Самое отвратительное то, что слово «любовь» применяют ко всему на свете, и его нельзя заменить никаким другим словом или перефразой — нежность, дружба, привязанность, страсть и так далее, и тому подобное — не заменяет его. Святая любовь — сыновьняя любовь, любовь к отчизне, любовь как таковая, есть ли у них общий знаменатель? Все отвлеченные понятия отчасти обман, а уж данная-то прямая измена. Разумеется, за неимением лучшего я тоже буду его употреблять, даже им злоупотреблять, ибо предательства такого рода нам привычны, более того, дороги. Но давайте условимся, между Моникой и мной царит или будет царить некое состояние благодати, к которому не приклеишь ярлыка. Повторяю, не ждите подробностей. В свое время, лежа с Мадлен, а потом и с другими, я думал, мужчина, оскверняющий женщину, тем самым оскверняет отчасти и свою мать. Но теперь я знаю, что презрение — не самое страшное оружие. Уважение, которое мы питаем к одному-единственному существу, по сути дела, куда более худшее оскорбление всем тем, кого мы не уважаем. Я не верю в массовое искупление, но вполне возможно, что каждый находит свое личное, пусть маленькое, и Моника для меня ничто иное, как искупление. Ничто иное? Ну, по крайней мере, мне этого хотелось. Почему мне так трудно отвлечься от твоего пояса? От этого пояса, который, следуя моде, может передвигаться чуть ли не от подмышек до бедер, но во всех случаях перерезает женщину надвое. Почему я был смущен, открывая дверь мою, дверь, нашу дверь? Я уступаю тебе дорогу, кладу руку на твое плечо, чувствую, как шевелится у меня под пальцами твоя лопатка. Я улыбаюсь, потому что твоя лопатка коснется арены, как у побежденного борца. Неужели я так никогда и не отделаюсь от этой столь враждебной жизненной силы? Ты смущена гораздо меньше, чем я, ты моя вертикальная, входя в эту комнату, где стоит слишком горизонтальный диван. Женщина с головы до ног, моя единственная женщина. Для тебя все просто, и твоя чистота ко всему приспособляется, а моя парализует пламенное желание. Вопреки закону и пророкам, давшим мне на тебя все права, вопреки твоей доброй воле, которая слабо сопротивляется, я колеблюсь, я медлюсь делать необходимые движения, которые напоминают приготовление палача. Деликатность? Не верю этому. Я длю тебя, моя мышка. Меня разрывают на части желание наброситься на тебя и страх тебя задушить. Наконец, но этого никому не повторяя. Больше всего я боюсь иметь снобистский вид нынче вечером. Во мне живет добропорядочный малый, который все принимает всерьез, который не намерен торопить обряды, как тот чиновник и тот векарий. Любой торжественный ритуал не терпит суеты. И твое третье «да» стоит церемонии. В этот хрупкий час рассвет, забринчав жестяными мусорными ящиками, удивился, обнаружив на коврике возле постели избыток розового белья, столь же необычного здесь, как избыток нежности в моей душе. Я не смею встать, так как на мне только пижамная куртка. Мне понадобится еще не меньше полугода, чтобы дойти до того супружеского простодушия, когда без боязни показываешь свои слишком худые ноги. А ведь Моника еще спит, раскинувшись на постели, и веки ее пришиты к щекам, стежками ресниц. Она спит с непоколебимой убежденностью куклы, трогательная до слез, наивная или же чувствующая себя уверенной под охраной своего обручального кольца. И кроме того, моего кольца, хотя рассвет не подчеркивает этой детали этого обстоятельства, которому следовало бы быть более наглядным, оставить свой стигмат, как красное пятнышко шивы посреди лба. Она спит, она вздыхает во сне. Она пьет воздух мелкими глотками, и горло ее возле впадинки чуть вздымается и опускается, как у лягушки-древесницы. Плед чуть сбился на сторону, зато одеяло туго натянуто, и я его не приподниму. Следует щадить свои глаза. В любви их одаряют всегда в последнюю очередь, но одаряют так обильно, что они присыщаются первыми. Впрочем, взгляд — это ничто, если статуя не знает, что ею любуются. И, наконец, ладони мои куда более требовательны, нежели зрачок. Со вчерашнего вечера они узнали эти рельефы, которых отныне я сам боятель. А ее-то ты знаешь. Я произнес эти слова вслух и сам удивился, а ведь верно, верно. Я знаю ее, совсем мало эту незнакомку, которая и наяву, пожалуй, такая же молчальница, как во сне. За полугода беглых встреч она представала передо мной лишь как поведение свежести, случай, который дал мне ее, и, может, отнять он и есть случай. Неужели можно так дорожить чужой женщиной, для которой ничто ваши привычки, ваши воспоминания, ваши обиды? Наша близость не покоится на плотном слое прежней жизни, на этих обломках совместной истории, на семейном черноземе, который вскармливает и самые прекрасные, и самые жестокие побеги чувств. Разве не так, мадам Ризол? Эта крошка, представьте себе, тоже зовется мадам Ризол. Держу пари, что ей не так-то легко будет реабилитировать это имя. И я спрашиваю себя, сколько же потребуется ей времени, чтобы стереть ваш след в моей памяти, чтобы стать более значительной, более насущной для меня, чем вы. Но позвольте, позвольте. Вот она уже шевелится и потягивается, и вкусно зевает, открывая белые зубы. Прямое оскорбление для ваших пораженных кари и зуб корешков. Ты уже новый зевок, проглотивший новое для нее местоимение. Одно веко отпарывается от щеки, потом второе, открывая влажные зрачки глубоких глаз с поволокой. Одна рука высовывается из-под одеяла, хватается за спасителя, который ныряет в клокотание простынь. И проходит еще добрых пять минут, прежде чем на поверхности показывается растепанная головка, и задыхающийся рот четко произносит во втором лице единственного числа. «Ты хорошо спал? Ты хочешь завтракать? А ты уже побрился?» Я бросаюсь к своим брюкам. Потом открываю окно. Нынче утром воздух приобрел удивительное свойство. Доносящиеся издали голос консьержки, почему-то не такой добежащий, как обычно. Отвернувшись от окна, я обнаруживаю, что потолок много белее, чем вчера, что моя комната вовсе уж не такая пустая, а в кровати никого нет. Моника странствует по квартире взамен свадебного путешествия. У нас на него не было ни времени, ни денег, но я об этом не жалею. Мне непременно казалось бы, что покидая типичный гостиничный номер, я что-то в нем оставил. «А где у тебя чайные ложечки?» Иду на кухню к жене. С полдюжины предметов уже переселились на новые места. В самые маленькие из моих трех кастрюль, бывших когда-то эмалированными, кипит вода. Чайных ложечек у меня нет, а кружка только одна. Я сажусь. И если я нахмурил ту брось, что лежит чуть выше другой, то лишь потому, что жена усялась ко мне на колени, должно быть у нас обоих просто умилительный идиотский вид. Я хотел было надуться, но мне не удается. Сводив кофе, Моника принялась рыться, убираться, разбираться. Она носится в припрыжку, напевает, кружится на одной ножке и, наконец, замирает перед тюлевой волной, в которой щеголяла вчера, и которая сейчас висит на плечиках. Попробую вмешаться. Из нее нельзя даже занавески сделать. Моника ничего не отвечает. Задрав нос, касаясь пальцем уха, она мечтает. Нет, нет, прикидывает. Ну, вполне хватит на пол для колясочки, говорит она. Ай-яй-яй-яй. Моя брось не выносит такого рода неловких положений. Моя брось протестует. Впрочем, зря, ибо Моника аккуратно сняла с плечика в свой тюль, сложила его втрое, засунула в чемодан, временно заменяющий комод. Она не вспыхнула, не моргнула, не похоже, чтобы она собиралась возвестить о непорочном зачатии. Просто заперла свой чемодан, поднялась, распрямилась в спину, и, не зная капризного нрава в знаменитой брови, ущипнула ее двумя пальцами и, потянув к низу, пошутила. На что это она жалуется? Моника ничего не добавила. А если и спросила меня, то лишь одними глазами, серый цвет которых принял металлические оттенки, которые, пробурарленные точечкой зрачка, ужасно напоминают монеты в одно су. Грушек моего везения. Заявляю вам, Хаге, что вы настоящий осел. Ваша жена не ангел, не зверь, а на редкость простой человек и к тому же решительный. Скотина, вот кто вы. А что касается ангела, так я знаю одного черного, которому здесь нечего делать и который, хлопая крыльями, убирается прочь. Мед. Пчелы, приносившие мне этот мед, несомненно, обладали жалом. Самый пылкий влюбленный, гласит индийская мудрость, ненавидит свою жену по крайней мере восемь часов в день. Я не ненавидел Монику, но ссорились мы азартно. Прежде всего, мне надо было оставаться в форме. У наступавшего через минуту примирения был чуть кисленький вкус, а именно в этом нуждались мои десны, привыкшие к едкой кислоте. Наконец, скажу вам прямо, было две Моники, одна импульсивная, другая рассудительная. Первая в течение целых суток демонстрировала мне свои маленькие причуды, свои грешки, свои тонны молчания, свои гримаски из-под тишка, приставания, и это молниеносное движение, которым она сбрасывала платье, прикрывавшее маленькую крепкую грудь. Зато вторая донимала меня своими хозяйственными добродетелями, худшей из коих было безоговорочное согласие со всем, что делается, говорится, думается или что принято. Эта соглашательница повсюду пришпиливала слово «хорошо», не догадываясь, что оно означает «ничто», как слово «порядочное» утрачивает свой прямой смысл в выражении «порядочная дрянь». И понятно, что ее вечное совсем согласие было просто бунтом против моих отказов, ибо покоренные способны лишь на этот единственный вид бунта. Моника соглашалась вся, с ног до головы. Когда она соглашалась с телом, мы оба не жаловались. Худо, что она соглашалась также и головой, где у нее засели свои идеи, как бывают волосы с виду вроде дымки, а на самом деле вросшие чуть ли не в мозговую оболочку. Не будем говорить о ее покожности перед авторитетами. Ими определяется ее выбор книг для чтения. Мэтр Ганн, ее религиозность, наставница монахиня, ее техника подмазывания губ, Габриэль, ее кулинарные рецепты, мадемуазель Арбен. Только ей слышно было «тете да тете». Мы еще не отпраздновали недели со дня свадьбы, а я уже начал считать милую тетю несколько обременительной особой. Теперь, как только я слышал, что Моника разбивает первое яйцо об угол газовой плиты, я всякий раз провозглашал «Омлет с шампиньонами а-ля Катрин Арбен». Чаще всего Моника молчала, только быстрее обычного швыряла в помойное ведро яичную скорлупу. Однажды она все-таки не выдержала и дала мне отпор. Сегодня омлет а-ля Резо. Нужно взять поганки, хорошенько их перемешать, посыпать мышьяком, залить тремя яйцами, предпочтительно тухлыми. Конец фразы был заглушен стуком вилки, яростно взбивавшей клейкое золото желтков. Впрочем, это не значило, что мы расквитались. В тот же вечер, пока я объяснил Монике, почему я не поклонился, уже не помню, какому из друзей своей матери, которого я встретил днем, и что мое поведение в данном случае вполне естественно, раз этот тип рассчитывает на сугубо вежливые отношения со стороны членов нашей семьи, она воскликнула. В сущности, у тебя тоже есть свои авторитеты, только ты пользуешься ими. Наоборот, опять взяла верх. Ужасно неприятно обнаруживать в себе недостатки, в которых сам упрекаешь ближнего. Когда соломинка приподнимает плевно и обрушивает его нам на голову, от нас остается мокрое место. Однако, худшее даже не в том, что Моника была права. Для меня в самом деле существовало два мерила ценностей вещей. Одно прежнее, идущее от нашей семьи и уже поэтому вызывающее у меня желание противоречить. И другое сравнительно недавнего происхождения и ценное одним тем, что было связано с ладурами, с поль, с Моникой. Кроме того, все эти за и против смешались во мне и их нагромождение повергало меня в растерянность. Такова участь каждого, кто делает ставку на чужие критерии, и у кого суждение лишь предаток к должному нраву. Моя мать была благомыслящей. Как же она могла быть не права, коль скоро она моя мать, если права Моника, коль скоро она моя жена? Если даже я и провозглашу, просто желая выпутаться из этого противоречия, что мнения моей матери были вскормлены корыстью, а взгляды Моники великодушной наивностью, все равно эти и другие где-то смыкаются. Скандальное смешение. Прискорбно уже и то, что моя жена одного пола с моей матерью. Хватает и этого. Те, кого я люблю и те, кого я ненавижу, не должны иметь никаких точек соприкосновения. Понадобятся еще годы и годы, прежде чем я откажусь от философии предвзятости. Поль уже разоблачила меня, бросив мне как-то, ну и сектант, из тебя получится превосходный политикан. Примерно то же самое, но в другой форме, означало восклицание Моники, когда я заметил ей, что она ложится слишком рано, что именно в этот час мадам Резо отсылала нас детей спать. Не могу же я отказаться от всего только потому, что так делали у вас дома. Надеюсь, вы ели, ну так вот запомни, и мне бывает хочется есть. Эти трения были не единственными. Нашу близость, вообще-то вполне благополучную, еще следовало обкатать. Ось, ось, это, конечно, я, слишком зажимала колесо. Желание мужчины не расставаться с женщиной для нее всегда лестно, и я пока не слышал, чтобы оно ей приедалось, но я еще не овладел искусством давать передышку, свободу действия, не навязывать своего присутствия, избегать вечных, куда ты идешь, взоров крепостника, клохтания на сетке. Говорят, что мужчина ревнует к прошлому, а женщина к настоящему. И именно поэтому мужчина предпочитает быть первой любовью женщины, ибо его ревность идет от духа творящего, тогда как женщина предпочитает быть последней любовью мужчины, ибо ее ревность идет от духа соперничества. Не то, чтобы я особенно ревновал к прошлому несуществующему или к настоящему, занятому мной или к будущему Моники. Я не ревновал ее во времени, а ревновал в пространстве. Меня одного должно было хватать, чтобы заполнить все ее пространство. Ты уходишь, я ухожу, мы уходим оба. Давай пригласим к нам в воскресенье Габриэль. Предложила Моника. Зачем? Я тебе надоел? Причем тут надоел? Она моя подруга. Подруга? На что ей подруга? Разве у меня есть друзья? Разве у той женщины, что целиком и самозабвенно посвятила себя обитателем хвалебного? Разве у нее были подруги? Нам было плохо или хорошо, было жарко или холодно только в семейном кругу. Никаких посторонних, никаких равнодушно тепловатых. И вот с губ моих срывается ошеломляющее признание, хотя язык мой не успел еще отмерить положенное семь раз. Как тебе известно, мне хорошо только в кругу семьи. Вот уж действительно фыркает Моника. Но хорошо может быть по-разному. В домашних шлепанцах или, скажем, с автоматом в руках все дело в темпераменте. И я поспешил уточнить лирическим тоном. Я говорю о моей семье, о нашей, если угодно, о той, какую мы создадим. Ясно. Согласилась моя жена с той особой гримаской, появляющейся на лице человека, который уже растрогался, но еще боится, что его чувства не найдут отклика в собеседнике. Потом, хрустя пальцами, она добавляет. Давай не будем торопиться покупать столовой гарнитур. Забьем нам с них пустых стульев. Ну, вот один парец хрустнул, громче остальных. Моника взорвалась. Да чего ж ты все-таки требовательный? Все или ничего? Ты и я, только мы двое. Ты мне все уши прожужжал своими требованиями. С такой молодостью, как твоя, человек должен стремиться к бесхитростному счастью. Да нет же, совсем наоборот, но как ей это втолковать? Поймет ли она, что я привык ко всему чрезмерному исключительному, когда нас захватывало это устаревшее, это скандальное чувство, мы вовсе не переставали интересоваться друг другом, пронзительно страстно одержимы, вот какие мы, и притом предельно внимательны. Значит, ты предпочла бы безмятежное счастье? Вот уж нет, губы Моники снова кривит гримаска, но тут же исчезает чудесно преображенная улыбкой. Еще мед, этот мед мало-помалу засасывает меня, обволакивает мою ярость куда полнее, чем это удавалось сделать, желчи психимора и слюням поль. Ни принуждения, ни доводы разума не могут образумить воинствующего, если он падет, то лишь от ударов сердца, но этой благодатью была наделена только Моника, она одна. Напрасно я в свое время боялся стать пошлым, боялся расслабнуть. Цветок и сталь могут остаться голубыми в одной и той же руке. Проповедующие безоговорочную верность своим женам без труда от нее отвлекаются, а солдафоны легко впадают в сентиментальность. Мы созданы не из одного куска, и еще долго наши гневные вспышки будут сопутствовать нашим радостям. Единственная услуга, которую вторые могут оказать первым, это занять нас собою отвлечь наше внимание. Я редко думал о хвалебном, но его атмосфера в силу контраста становилась мне с каждым днем все противнее. Запасной путь ненависти это презрение, и оно в сотни раз мучительнее для такой, как психимора. Я медленно, очень медленно шел по этому пути, лишь смутно проведя новую форму реваншу. Во всяком случае, будучи уверен, что не обедняю свое «я», а обогащаю его, удивляясь тому, что открыл в любви иную форму познавания. Подгруппам угордя своим открытием, которое другие делают еще в младенчестве, я радовался, что ничуть не обязан этим материнскому молоку, черпав в этой чести неуемное веселье и жилость, таившуюся целых пять лет под спудом нерешительности. Нет, наши споры не шли в счет. Все это мелочи. День ото дня становилось все яснее. Мой тайный страх увидеть, что мадам Резо младшая играет при мне роль, мадам Резо старшей, ни на чем не основан. Вмушения Моники всегда будут не замаскированными приказами, а просьбами. Я очень люблю, когда меня просят, но право ненавижу, когда меня умоляют. Моника умеет относиться к мужу с уважением и не посягает на его прерогативы. Она готова в любую минуту отречься от прежних своих авторитетов и признать авторитетом меня, колонизатором. И все чаще, как говорила тетя, сменяется, как ты говоришь. Я хочу тебе сообщить одну важную вещь, прощебетала Моника, только сначала прочти письмо. А сегодня уже три месяца добавила она, вручая мне конверт. Марка была проштемпелевана и на ней стояла дата 16 апреля 1937 года. Значит, мы были женаты уже три месяца. Мне не нравится эта бухгалтерия, которая усердно с молодым пылом ведет моя супруга, подбивая итоги каждый месяц. Но это лучше, чем твердить еще девяносто дней на казенном байке, по-мышиному отгрызая день за днем будущее. Ретроспективный подсчет применим только к радостям. «Морской флот», добавила Моника «Значит, от твоего брата». Моника никогда не вскрывает моих писем. Даже жалко, я бы не прочь посмотреть. Но зато она быстроглазая взяла себя в привычку стоять рядом со мной, наморщив любопытный носик и живо поводить головкой справа налево, как кошка, поджидающая у норки мышь. И действительно, послание было от Фреда. Только он один выводит такие каракули, и буква «Ж» характерна у него отсутствием полагающейся черточки. Письмо от Фреда черт побери. От Фреда, который через несколько дней будет свободен и очевидно намерен свалиться нам на голову. У меня нет ни малейшей охоты восстанавливать с ним родственные отношения, как, впрочем, и со всеми другими членами нашего семейства. Ничего о них не слышать. Развязаться с ними раз навсегда вот чего я хочу, и хочу почти искренне. Сердито насупившись, я взял жирный кухонный нож и одним махом вскрыл конверт с такой силой, что хватило бы на настоящее характере. На листке бумаги в клеточку такая бумага продается в пачках дюжинами. Во всех направлениях извивалось двадцать голубоватых строчек. На пятый нож выпал у меня из рук, и я пробормотал только не так. Что случилось? спросила Моника, тревожно глядя на мои стиснутые челюсти. О чем это ты? Но я молчал, я пока уточнял про себя свою мысль. Нет, я вовсе не таким способом хотел отделаться от своих, за исключением ее. Да и то не наверное. Мне вдруг представилась спальня родителей, две стоявшие рядом кровати, широкое одеяло на волчьем меху следовало бы пощадить одну из этих кроватей, то, что стоит слева. Внутренне заведенев, я кончил письмо и протянул его Монике, которая прочла в полголоса Шербур 14-4-37-го. Дорогой Жанн, я получил весточку от Марселя. Папа, у которого было уже два приступа у Ремии, первые полгода назад, а второй вскоре после твоей свадьбы снова заболел и на этот раз очень серьезно. Раз Марсель мне пишет, значит, папа безнадежен. Возможно, сейчас он уже умер. Меня отпустят только двадцатого, иначе я немедленно поехал бы в хвалебное. Несмотря на заговор молчания, думаю, что не ошибусь, сообщив тебе, что с наследством нас ждут различные сюрпризы. Старуха начисто ограбила нас в свою пользу и в пользу Марселя. Думаю, что ты не в курсе дела. Они решили тебя игнорировать, за исключением тех случаев, когда твое присутствие необходимо для различных формальностей. Если папа скончался, очевидно, нас с тобой скоро постигнет одинаковая участь, нам нужно объединиться. До скорого. Жму лапу, Фред. Я даже не пошевелился, когда Моника с отвращением швырнула письмо на стол. Да чего же противный твой брат? Плевать ему на смерть отца? Он одного боится, как бы его не обошли с наследством. Но твой отец еще не умер. Тебя известили бы телеграммой? Ни за что не известили бы. Даже Фреду сообщили с запозданием, с умышленным запозданием. Серые глаза уставились на меня, потом испуганно померкли. Сколько ни объясняя посторонним, чем дышат в нашей семье, только конкретный пример может окончательно его убедить. А я, не имея еще никаких доказательств, знал, что Фред не ошибся. Через два дня после похорон отца я получу извещение большого формата с черной каемкой сантиметров примерно в пять, и под этим извещением сорок персон поставят свои подписи, укажут чины и звания в порядке степени родства, и лишь затем с глубоким прискорбием сообщат, о непоправимой потере, понесенной ими в лице Жака Резо, почетного судьи, награжденного знаком отличия по Министерству Народного Просвещения, кавалера Ордена Святого Георгия, принявшего христианскую кончину на 62-м году жизни после соборования и миропомазания. Меня пригласят на похороны, когда погребальные свечи уже давным-давно погаснут, а святая вода успеет испариться, и по всему кране разнесут суровый приговор бессовестный, даже на похороны отца не приехали. А в наше отсутствие исчезнут все бумаги, ценности, побрякушки. Если мысль об этом будила у Фреда гнусные чувства, у меня она развивалась в ином направлении. Я охотно отказался брать своей доли наследства, лишь бы спасти имение, как в свое время сделали братья и сестры в отношении моего отца. Но я также охотно разорил бы нашу семейку, чтобы ей неповадно было впредь обходиться без моего согласия. «Да чего же все это гнусно?» жалобно твердила Мойника. «Неужели же вы ничего и никого не уважаете? Ведь он же умер. Что ты решил делать?» «Есть только одна возможность позвонить в Соледо мэру. От консьержки нельзя звонить по-междугородному сгаду и на почту. Я отлично видел, что мое хладнокровие пугает Монику. Но это было сильнее меня. Я должен был хранить равнодушный вид, должен был выйти, печатая шаг, фыркая, как лошадь, запряженная в катафалк. Резо знает, как нужно держаться в подобных обстоятельствах. Мы Резо стойкие. Мы придерживаемся великой традиции, согласно которой идем за гробом с тухими глазами и нанимаем плакальщиц. Мы, говорю я, ибо рохля не в счет, и как не скандально может это показаться, я теперь почти первенец, почти глава семьи. Спокойно закроем за собой дверь, не спеша сойдем с лестницы, а главное навсегда утаим, что, завернув за угол, мы тут же бросимся бежать опрометью. Домой я вернулся через полчаса. Я вошел в квартиру неслышно, как мышь, как будто в комнате и впрямь лежал покойник. Приличие требует, чтобы люди ходили на цепочках, словно боясь разбудить труп. Ничего не объяснив Монике, я подошел к шкафу, достал черный галстук и стал его повязывать. Рефлекс вполне в духе резок, которые превыше всего чтут форму. И мой собственный рефлекс. Я люблю жест. Моника, прикорнувшая в уголке дивана, холодно следила за мной. Умер, спросила она, и голос ее дрогнул. Надо открыть рот и начать говорить. Хотя мои зубы наподобие соломорецки дробили фразу на маленькие частицы. Умер и похоронен. Похоронен сегодня утром в сыгре. Не понимаю, почему в сыгре. Ведь фамильный склеп находится в соляду. Мне удалось связаться с секретарем мэрии. Он хихикал. Посмел мне сказать, можете обратиться к нотариусу. Ах, сволочь. Слова эти сопровождало какое-то рычание, над которым я был невластен и которое можно было истолковать на сотню ладов. Должно быть, Моника истолковала его к моей чести, потому что выражение ее лица изменилось. Интуиция, это пресловутая интуиция, которую приписывают женщинам, и которая действительно говорит в них, когда они вас любят или ненавидят, шепнула Монике на ушко благоразумный совет. Она не бросилась мне на шею с рыданием, брызгая слюной, при каждом очередном увы. Она потихоньку сняла свой шерстяной жакетик, он был красного цвета. И вот ее губы полоткрылись, и, умеряя голос, она сказала специально для меня, я тоже когда огорчаюсь той слезы. Я не поверил ни слову, но когда видишь, что твои несчастья разделяют, легче их переносишь. Да, я огорчаюсь по-злому, согласен, но раз у меня злое горе, значит, оно есть. В общем, нечего размазывать, у меня горе. Мое горе, как и моя любовь, существует вопреки моей воле, вопреки моему сознанию. Я оплакивал то, чего уже нет, ту капельку тепла, которая остудила эта смерть, ту боязливую доброту, которая неизменно отступала, прикрываясь бессильной пышностью его усов. О, мой отец, если все наши воспоминания разнести сейчас по графам прибыли и убытков, если для того, чтобы установить ваш актив иным способом, чем у нотариуса, я сделаю переучет вашим привязанностям, которые ничто иное, как постоянная рента, отданная в пользование ближним, о, мой отец, каким же вы окажетесь в таком случае бедняком. Скорее уж, многострадальный Иов, чем многодумный простофиря. Если вас удовлетворяли, если вас утешали ваши мухи, приколотые тончайшими булавочками или наклеенная наискость на кусочки сердцевины бузины, ваши генеалогические изыскания, истребления куропаток, ваши торжественные приемы, прославляемые во всем кране, до чего же вы мне тогда непонятны? Я не упрекаю вас за то, что вы в роли главы семьи были смехотворно нелепы, были самцом странного насекомого богомола, которого пожирает самка. Я упрекаю вас за то, что вы были таким отцом, каким бывает крестное. Упрекаю за то, что вы были всего-навсего моим ближайшим предком. Конечно, я жалею о вашей смерти, ибо любой траур подсекает наши корни. Я жалею вас, как побежденная страна жалеет бесплодный край, кусочек пустыни, аннексированный неприятелем. У вас были свои оазисы. Помните период между царствия, когда вы были возведены в чин наместника вашего собственного королевства. Помните ваши прогулки к мосту, поездку на юг, ваши тремола под гобеленом амуры психеи. я это помню. Вы не были злым. Вам просто не повезло. Вы нарвались на амазонку и на этого непреклонного отпрыска плевеньякских кровей на вашего младшего сына. Удалитесь же, отец, уйдите на цепочках. Вы будете не более отсутствующим, чем были при жизни, но вы не будете больше ни за что в ответе, и особенно за ваше это отсутствие. Если я сердился на вас, то теперь я буду сердиться меньше. Я вас не забуду. О, конечно, я не буду каждый день благоговейно перетряхивать память о вас, но я предлагаю вам нечто большее, чем за упокойную мессу и золотую рамку в ледяном коридоре хвалебного. Милый, воскликнула Моника. Я же знала, что ты не из мрамора. Да, очевидно, это бросается в глаза. Ну и пусть. Я встрепенулся и попытался отвлечь от себя внимание Моники. А какую важную вещь ты хотела мне сказать? Боже мой, проговорила жена, отворачиваясь. Это письмо все испортило. Она вытащила носовой платок, сложила его вчетвер, аккуратно расправила. У Моники это признак глубокого смущения. Обостревшиеся черты лица, лиловатый оттенок век, отяжелевшие груди под блузкой уже давно сказали мне все и пробудили во мне смутную радость, которая предпочла не обнаруживать себя. Не подобает особенно в такой день пренебрегать обычаем нашего клана. Тот, кто знает, должен притворяться незнающим, ибо только официальное подтверждение имеет цену. Наконец Моника решилась и с губ ее срывается завуалированное признание. Одно поколение уходит, шепчет она. другое приходит. Ни извещения, ни Фреда, никаких новостей в течение двух месяцев. Наконец пришло приглашение от нотариуса, где он рекомендовал мне дать ему доверенность, чтобы представлять мои интересы. Но это предложение мне не улыбалось. Я сам прекрасно мог себя представлять и настолько не боялся предстать перед своей родней, что Николеблес решил взять с собой Монику. Мы просто в качестве предосторожности побывали в Красильни. Любой недоброжелатель, приглядевшись поближе, мог бы не без основания заявить, что мы не дотянули по части траура. Только новый черный цвет имеет по-настоящему траурный вид. Перекрашенная в черную ткань приобретает какой-то неопределенный оттенок. Не думаю также, что у нас был достаточно подавленный вид и достаточно траурные челки и обувь. Хотя легкая волна крепа очень тоненького грибдашина, так сказать, малый траур, заменила собой волну белого тюля, в котором Моника щеголяла всего пять месяцев назад, поездка всегда развлечение, и данное путешествие стало эрзацем нашего свадебного. Моя жена, истая дочь Восточной Франции, после Лемана не отходила от окна вагона, она дивилась живым изгородем, смыкавшимся все теснее и теснее. В Сабле у нас была одна пересадка, вторая в Сыгре, и, наконец, узкоколейка доставила нас на вокзал в Соледо, отстоявший на километр от нашего поместья. Соледо пропел единственный железнодорожный служащий, упирая на О, как оно принято в нашем дождливом крае, и с удовлетворенным видом возмахнул красным флажком. Он еще сворачивал свой флажок, а мы уже спрыгнули на платформу, где, как звезды сверкали одуванчики, и паровоз, выпустив струлю серого дыма, понесся к станции Шазе. Со мной железнодорожник не поздоровался. Некогда он был единственным избирателем Соледо, решившимся не подать свой голос за маркиза Лендинье, и единственный послал своих ребятишек в светскую, а не в церковную школу. Но за нами уже захлопнулась с железным лязгом калитка «Бокаж, моя родина!» Воздух и трава так по-родственному смешались между собой, что первый казался зеленым, а второй трепещущий. Склоны дороги горбили с подтяжестью колючего кустарника и головастых дубов, обкорнанных неумелой рукой. Дорога в Куарабо шла между живыми искородями. Колеи глубокие, как рвы, были до краев наполнены жирно поблескивающей водой, где рыжили капустные кочерыжки. А вот и хрупкие фарфор шиповника, плоды которого нынче осенью снабдят местную детвору неистощимым запасом чесательного порошка. Вот ядовитая желтизна рапса, каменные дубы, покрытые лишайником, мелкорослые коровенки, которые делят с руками честь быть раскрашенными в черный цвет сутана и белый шлагбаума. Вот том мэ, охотно предоставляющие свою мутную воду в распоряжение прачек и их вальков. Вот соледо и его колокольни, которая вяжет серую шерсть облаков. На треугольной площади подрагивает под ветром листва одиннадцати лип. Я недосчитался двенадцатый. Бокалейная лавка, кафе «Золотой шар», кузнец, каретник, сельская почта, церковный дом. Повсюду шевелятся раздвинутые на целый сантиметр занавески. Единственный признак жизни в этих низких лачугах. Как и полагается нотариус Сен-Жермен живет в домике повыше, чуть в стороне, на надлежащем расстоянии от галок, как грохот и наковален от школы с ее шумными переменами и смрад сжженного рога. Сопровождаемый своим клерком нотариус самолично открыл нам дверь. Он был из породы орешников, тоненький и до того хлипкий, что при малейшем сквозняке весь начинал как-то трепыхаться, а его огромные плоские кисти похожи были на самые настоящие листья, и соединялись они с руками при помощи жиденьких, как черешки, запястьей. Головы, вроде как, и вовсе не было, она вся свелась к глазам, тоже неопределенно орехового цвета, в кольце подергивающихся век. Он, этот невесомый законник, прошел впереди нас, проскользнул между обитых войлоком дверей и, отослав клерка, предложил нам сесть на красные бархатные стулья, а сам остался стоять вдали от письменного стола, покачиваясь от собственного дыхания и клонясь долу под грузом сочувствия. Прежде всего разрешите мне, мсей и мадам, сказать, что я вполне разделяю. Мы отлично знали, что он разделяет наше состояние. Во всяком случае, получит куш от доли наследства крупнее моего. Уголком губ я пробормотал слова благодарности, стараясь говорить потише, чтобы наш хозяин не взлетел на воздух. Сменив сочувствующий тон на деловой, мэтр Сен-Жермен обогнул стол и взгромоздился на вращающееся кресло, что позволило ему занять господствующую позицию. Вы пришли раньше назначенного часа, но вы вполне успели бы заглянуть в хвалебное. Полагаю, ваши братья приехали прямо туда, чтобы подготовить мадам Ризоу к тягостным формальностям. Больше наш нотариус ничего себе не позволил. Слова его означали «Вы не сын, а выродок», «Ну, я знать ничего не знаю. Ведь он, мэтр Сен-Жермен, знал, знал лучше всех, почему я не поехал в замок, почему я явился прямо в его контору. Он притворялся и будет притворяться до конца, что ни за что не решится заглянуть за стену, огораживающую личную жизнь клиента, даже если стена эта огораживает нечто, приобретшее уже громкую известность. Ничего из того, что ему полагалось не знать, и ничего из того, что полагалось знать мне, не просочится сквозь барьер его гнилых зубов. Уж не знаю как, но ему удалось поддерживать разговор, и он завел бесконечную беседу о том, что здешний диалект и местные головные уборы уходят в прошлое, о грозном нашествии колорадского жука, о постепенном завелении речки Омэ, вводное предложение, отступление, замечание, прерываемое паузами, внезапный переход от скороговорки к высшему искусству, медленно процедить фразу за фразой. Все это заполняло секунды и минуты. Мы с Моникой мало чем ему помогали и ограничивались лишь поощрительными междуметиями. И однако, когда зазвенел властный и долгождарный звонок, мэтр Сен-Жермен чуть не извинялся перед нами за то, что вынужден прервать столь содержательную беседу. И он не удостоил вниманием быстрый шепоток Моники. Скажи, милый, должна я здороваться с твоей матерью? Стоило ли отвечать на подобный вопрос? Вдова с головы дано, в трауре спущенными как флаги веками, закутанная в свои черные вуали. Старая Андромаха шествовала по кабинету, казалось, ничего не видя, ничего не ощущая. Она осторожно опустилась в кресло, подставленное ей мэтром Сен-Жерменом. Марсель и Фред оба в штатском, оба в одинаковых черных костюмах, как будто тоже не заметили нашего присутствия и заняли места чуть поодаль по обе стороны мадам Ризо. Мы с Моникой сидим в нашем уголке, казались в высшей степени ненужной деталью, вернее, и впринь были неким аксессуаром. Прежде чем усесться за письменный стол, мэтр Сен-Жермен возобновил свои соболезнования. В вялых ватных выражениях он перечислил заслуги нашего покойного отца, своего соседа, друга, клиента, коллеги по муниципальному совету. При этом он, не отрываясь, смотрел в глаза моей матери, будто завороженный этим щелкунчиком в юбке. Марсель не шелохнулся. Фред наконец-то быстро оглянулся в нашу сторону и похлопал в мою честь веками. Потом Сен-Жермен снова стал официальным лицом. Он сел. Его голос окреп и дошел до самого верха гаммы. Я не пригласил вас раньше, господа, дабы изложить, ибо не хотел ненужных осложнений. К тому же Мси Марсель Резон достиг совершеннолетия только позавчера. Итак, мы собрались здесь, чтобы ознакомиться с завещанием, написанным целиком рукой завещателя, которое уже прошло процедуру вскрытия и содержание Коева, было сообщено мне председателем суда. Это завещание наиболее классическое и справедливое из всех когда-либо существовавших. Плоская кисть руки как-то ребром врезалась в тускло-зеленую папку, мирно дремавшую на столе. Два пальца большой и указательный извлекли оттуда простой листок пищи и бумаги с бланком хвалебного. В принципе, продолжал нотариус, это завещание должно было быть написано на гербовой, а не на обыкновенной бумаге, однако оно имеет полную юридическую силу, только нам придется внести небольшую сумму за его регистрацию. Покойный Мусе Резо хорошо изучил право разрешить мадам огласить текст. Ну, так вот, я, ниже подписавшийся Жак Резо, бывший товарищ прокурора, проживающий в Соледо департамент Мен-Луара, настоящему завещаю моей жене, урожденной Поль Плювеньек, четвертую часть всех своих владений и четвертую часть всего своего имущества, движимого и недвижимого, составляющего мое наследство. Настоящему упраздняю все другие завещания, предшествующие этому. Составлено, написано, датировано и скреплено собственноручной подписью в Соледо 28 числа октября месяца 1936 года. Мэтр Сен-Жермен поднял от бумаги нос, крохотный носик, на котором не уместились бы разом даже две мухи. В сущности, разъяснил он, мадам Резон оследует долю имущества, которой можно свободно распоряжаться, а каждый из вас, господа, получит свою долю, на которую за ним остаются права законного наследника. дай-то бог каждый день заниматься такими ясными завещаниями. Фред снова обернулся ко мне. Угол его жда, тот, что не могла видеть мать, если бы она даже соблаговолела взглянуть на своего первенца и скрепила сардоническая ухмылка. Сидевшая рядом со мной Моника скорчила гримаску, и я понял ее смысл. Эта убитая горем женщина, этот справедливый раздел наследства, должно быть, думала Моника, явно противоречит рассказам моего супруга. А я пока что воздерживался. Я-то знал цену всему этому показному великодушию, которое наше семейство обожало разыгрывать для галерки. Нотариус добавил самым естественным, даже веселым тоном. Вы можете спокойно согласиться принять это завещание. Если актив не так значительен, зато нет пассива, состояние, которое оставило Мси Резо, разделено следующим образом. Все лица окаменели, кроме лица Фредди, которая наоборот обмякла, до того, что даже подбородок отвис. Но вот один из пальцев у мадам Резо у этой статуи шевельнулся, неприметно затрясла с шея. Сен-Жермен снова заговорил голосом Пономаря. Текущие счета Мси Резо как в Лионском кредите, так и в учетно-судном банке составляют кредитовое сальдо в 40 тысяч франков. Я еще не произвел оценку бумаг, хранящихся в моей конторе, но знаю их хорошо и примерно определяю их стоимостью 200 тысяч. Мадам Резо дала мне знать, что в сейфе покойного содержится сверх того на полмиллиона различных ценностей, возникших в результате новейших операций. Таким образом, имеется примерно 740 тысяч франков, из которых 185 тысяч переходят в полную собственность мадам Резо, еще 185 также достаются ей по праву наследования как узу фрукт, и каждому из сыновей счет расчет я знал, что у отца не было значительно движимого имущества. Основная часть доходов нашей семьи шла от лакомого приданого мадам вдовой. Были также фермы. Почему же мэтр Сен-Жермент ничего не сказал о хвалебном, о его обстановке, о гобеленах? Тут Марсель с трудом проглотил воздух, словно крутое яйцо. Пора переходить в атаку. Что касается хвалебного, которого никто из нас не в состоянии выкупить, считаю, что мы можем оставить его неделимым. Что? пискнул нотариус, и обе руки его взлетели в воздух, словно подхваченные ураганом удивления. Все шеи на четверть оборота повернулись в мою сторону, все лица дружно выразили изумление, упорное, чистосердечное. Что это еще за младенец? С луны он что ли свалился? Ну, пробормотал мэтр Сен-Жермен, вы же знаете, что наш батюшка выйдет в отставку и не располагает достаточными средствами, продал имение с правом пожизненного пользования в октябре месяце. Покупатель дал ему полмиллиона, именно об этих деньгах, я вам сейчас и говорил, это обеспечивает вам достаточно большую ренту. К несчастью, вашего отца не стало. Мадам Резо скорбно сжала руки. Ох, простонала она должна признать, что это очень неудачная сделка. Но мой бедный супруг мог прожить еще двадцать лет. Кто же предвидел его кончину? И вот я теперь без крова над головой. И хорошо еще, что покупатель согласился оставить меня в качестве съемщицы. Еще немножко и нам придется ее жалеть. Сделки тоже начали мало-помалу прорисняться. Пойдем до конца, пускай Моника глядит на меня с упреком. А обстановка хвалебная была продана с обстановкой, ответила мать, и быстрота ответа выдала ее с головой. Совсем хорошо. В цепи теперь не хватало лишь одного звена. Кому? Марсель побагровел, нотариус совсем ушел в кресло, но мадам вдова приняла вызов. А какое тебе дело? Хвалебное продано, и поэтому не фигурируй по совещанию. Вот и все. Точка. Надеюсь, твой отец не обязан был просить у тебя разрешения располагать своим имуществом, чтобы иметь кусок хлеба на старости лет. Но Фред в мгновенном приступе отваги нагнулся ко мне. Покупателем все Геяр Декерладек хихикнул он. А-а-а, так вот в чем фокус, я понял. Я старался обдумать все как можно быстрее, старался найти решение, главное выигрышную позицию, а мэтр Сен-Жермен, введенный в заблуждение моим молчанием, живо вытащил из папки уже готовые документы. Он вдруг ужасно заторопился. Как во сне я слышал его бормотание, будьте любезны, подпишитесь, мадам, здесь, здесь, потом тут благодарю вас. Мадам Резо поднялась, поставила свою клинообразную подпись и снова упала в кресло. Я почувствовал на себе ее испытывающий взгляд. Теперь она ищет моих глаз, но зря ищет. Я наблюдал за Марселем, который тяжело поднялся со стула. Шестьдесят гектаров земли, по одному гектару в минуту. В течение одного часа свалили саму на голову. Он невозмутимо подписал документы. Затем наступила очередь Фреда. Но Фред заколебался, поглядел сначала на ручку, которую поощрительно протягивал ему Марсель. Потом на свою мать, потом на меня. Не подписывай. Я встал. Сложил на груди руки и пошел чеканить слова. Давайте подведем итоги. Мадам Ризо, имея на руках полную доверенность, действуя от имени нашего тяжелобольного отца, продала в последнюю минуту имения и всю обстановку, то есть основную часть наследства, и продала за смехотворно низкую цену. С правом пожизненного пользования для вашего батюшки, возразил мэтр Сен-Жермен, а мадам Ризо вся сжалась, делая невероятные усилия, чтобы не выйти из своей роли безутешной вдовы. Хорошенькое дело пожизненное пользование. Дни отца были уже сочтены. А кто покупает имение? Мси Геяр Декерводек, будущий тесть Марселя? Держу Париж, что через год хвалебная вернется в нашу семью, но пользоваться им будет лишь один из нас, причем мадам Ризо получит от него немалую долю доходов. Классический номер. Кроме того, если полмиллиона составляют продажную цену и эту сумму вычтут из стоимости движимого имущества, то подсчет неверен. Я уже не спрашиваю, что стало с серебром, с драгоценностями. Тут пахнет прямым грабежом. И дело суда в этом разобраться. Раздался сухой стук, это Фред уронил ручку. Марсель шагнул вперед, вытянул руки, как бы желая защитить мать. А она, забыв о своей слабости, теперь хитрить уже было бесполезно, вскочила с кресла, как папа Сикст Пятый после избрания. От ее размашистых движений траурные вуали взлетели, она казалась паучихой, засевшей в центре паутины. «Можешь делать все, что тебе угодно», завопила она. «Я все предвидела. Не допущу, чтобы родовое имение попало в руки бездельника, который в течение десяти лет занимался всякой ерундой, который унижал нас любыми способами, который опоганил все, что было у нас святого лакей. Человек-сандвич, неудачник, который вступил в идиотский брак». Любопытное дело, но тут голос моей матери прозвучал ненатурально. Она декламировала, она осипла и, наконец, с трудом справившись с задышкой, трагически крикнула «Твоя женитьба убила отца!». Марсель пытался увезти ее прочь. Мэтр Сен-Жермен корчился, как на дыбе, и брюджа с линой твердил «Ну, ну, 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 это обращаясь к матери и в полном соответствии с законом, в полном соответствии с законом это обращаясь ко мне». Разбушевавшаяся старуха крушила теперь направо и налево. «А ты, матрос, можешь складывать чемоданы и не рассчитывай на меня. Я пальцем не пошевелю, чтобы тебе помочь. Что один брат, что другой прелестная парочка». Под обстрел попала даже Моника, которая вдруг начала улыбаться. Я понял, почему она улыбалась. Теперь она знала, как к этому относиться. Преступление ее заключалось в том, что она, положив мне руку на плечо, пробормотала. «Пойдем отсюда, миленький». И тут же ее обвинили в грехе нежности. Уже стоя на пороге, мадам Резо ухитрилась вырваться из рук Марселя, обернулась и выплюнула нам в лицо свою заключительную тираду. «А вы, меденятка, запомните раз навсегда. Наша семья никогда вас не признает». Золотой зуб блеснул грозно, как молния. Ах, раздробить бы этот зуб, эту челюсть, эту башку. Но вот блеснуло что-то иное. Рука моей жены, на которой сверкало тонкое обручальное кольцо, властно схватила меня за запястье. И новая Моника, неожиданная, нечувствительная к унижению, как бы неуязвимая, ответила нежным голоском. «Вот как, мадам, оказывается, у вас есть семья?» Больше нам здесь нечего было делать. Мы уехали. Я хотел было посетить могилу отца, но Фред, который успел смотаться в хвалебное и догнал нас на дороге, объяснил мне, еще не отдышавшись от бега, месье Ризо умер в больнице в Сегре, куда я в радиоэкономии верила перевести нежная супруга. Кстати, знаешь, какую трюку выкинула сейчас эта неутешная вдовица? Потребовала, чтобы я при ней уложил чемодан. Помнишь, как мы укладывались при ней, уезжая в колледж? Ну, обыскала меня, хотела, видишь ли, проверить, не уважив ли я чего-либо из того добра, которое она у нас стащила. Ничуть не изменилась вдовствующая королева. Ну, вдовствующая королева очень неплохо. Подлинной королевой вдвойне живой мадам Ризо была теперь моя жена, которая стала ужасно гордиться, потому что за ней осталось последнее слово. Впрочем, если старая мадам Ризо не изменилась, так откуда же то чувство, которое она мне ныне внушает? Когда улегся первый гнев, я не обнаружил в своей душе прежней ярости, вскормившей мою юность, заключившей с врагиней пакт вражды. Наши прежние великие стычки не были столь мучительны, как вот эта последняя. В ней было порой даже что-то вдохновенное. Наша ненависть выродилась, ее великолепная бескорыстность погрязла в чистогане. Мы еще вернемся, торжествовал Фред. Мне все-таки удалось стащить у нее под носом ключ от теплицы, этим входом никто не пользуется, старуха в жизни не догадается. Я с любопытством оглядел ржавый ключ, который Фред крутил на пальцы. Вот стерва-то! Бросил он наконец и вытер нос, свернув его по обыкновению налево. Надо было бы сказать и это в кабинете нотариуса, кротко заметила Моника и спрыгнула в ров, чтобы нарвать букетик одуванчиков, а потом без всякой видимой причины прыгнула мне на шею. Фред отвернулся. Подобное проявление нежности его раздражали. Но внезапно, правда всего на несколько секунд, споры о наследстве показались мне менее важными. Воды Омэ более светлыми, а Рапс не таким ядовито-желтым. Кроме мрачно каркающих ворон, тяжело взлетавших с пашни, есть же все-таки жаворонки, которые заливаются и разливаются высоко-высоко в небе, под самым солнцем. В Париже нам пришлось приютить у себя Фреда. Только временно, только временно, старик уверял он. Это временно грозило затянуться. Мсье Резо после смерти отца мой старший брат настаивал на том, чтобы на конвертах писали его фамилию без имени. Мсье Резо находил наше гостеприимство более чем естественным. И так как в него уже входила не только вареная картошка, бойко орудовал ножом и вилкой. Мы без лишних раздумий купили крекло диван. Мсье Резо охотно им пользовался, хотя находил, что его ложа жестковата, ибо он простер свою снисходительность до жалоб. И его благодарность, схожая кое-в чем с чертополохом, уже начинала неприятно щекотать мои барабанные перепонки. «Если бы ты не заварил этой кашей, ворчал он, я прекрасно мог бы остаться в хвалебном. Старуха из благоразумия держала бы меня при себе, пыталась бы меня нейтрализовать, ведь она не очень-то спокойна за свои делишки. А я бы мог там на месте за ней следить, уверен, что если порыть в свою бумагу, можно разыскать кое-какие компрометирующие документы». Иногда, правда, он менял пластинку. «Если бы ты не помешал мне подписать, я бы мог попросить у нотариуса денег вперед». Целыми днями он терзал нам слух своими выкладками. Наследство должно было составлять 4-5 миллионов, и каждый из нас получил бы свой кирпичик-миллион. С помощью этого кирпичика, первого и последнего камня в единственном сооружении, которое Фред был способен воздвигнуть к своей вяще и славе, он сделал бы то, сделал бы другое, сделал бы еще вот это, но в основном все сводилось к развесенным пирушкам. Младший брат, то есть я, умеет только орать, и никакого плана у него нет. А у него, у Фреда, есть свой план, и все увидят, каков это план. «Первым делом надо работать», — докончила Моника. Но если у нашего покойного отца были слишком деликатные руки, и он далеко не всякое занятие считал почерпным, то у Фердинана Резоса и Ножака были просто-напросто руки-крюки. Он решил, как и ты, старина, делать все, что угодно, лишь бы это все, что угодно, его не обременяло. А пока что Фред коптел небо. Три года безделья на военной службе научили его паразитизму, к чему, впрочем, он был склонен по складу своего характера. Уже через неделю я отказался от намерения доверять ему свои торговые дела и посылать вместо себя на рынок. Эта затея, которая позволила бы хоть как-то пристроить брата, а мне выкроить время для писания оказалась практически невыполнимой. Ошалявший, растерявший, собрежащий, а главное сколанный неодолимым ребяческим тщеславием, Фред отпугивал покупателя и брал себе довольно солидную мусду с того малого, что выручал на рынке. Мы не решались отделаться от него. Великодушие Моники и моя гордость мешали нам выставить его за дверь. Впрочем, его присутствие, как оно меня не злило, оказало мне косвенную услугу. Фред, боюсь, я на это и рассчитывал, окончательно развенчал нашу семью в глазах Моники. Кроме того, он служил мне агентом-осведомителем, тайком бегал к специалистам по тяжбам, чего лично я делать не мог, ибо все эти ходы плетели Моники, если у моего братца не текла в жилых буйная кровь, зато слюна у него была ядовитая. Он показал себя великолепным шпиком, и благодаря его услугам я мог не пачкать рук, копаясь в процессуальной грязи. И так я позволил ему бегать по судам и плакаться в жилетку крючкотвором, но зато мог сидеть с ангельской физиономией, когда Моника нетерпеливо восклицала «Отстаньте от нас, Фред, с вашим процессом. Вообразите себе, что у вашей семьи вообще нет состояния, и результат будет тот же». Таково было и мое личное мнение. Но иного придерживался, хватая-глотая, внезапно разбуженной воплями нашей матушки. Ему тоже плевать было на наследство, зато он требовал кары. Смесь солнечных лучей и пыли осыпала мой лоток с балдахином из красной клеенки. Ветер раскачивал этикетки, свисавшие с кончиков сиреневых ниток. Хмуро размахивая метелочкой из перьев, я без конца стряхивал пыль с носков, уложенных красивыми стопками на плетеной решетке. Это воскресенье последнее в месяце было плохим воскресеньем. Но плохое воскресенье все-таки лучше хорошей субботы. Рыночный торговец не имеет права сидеть, сложа руки, когда закрыты лавки. Я был один. Обычно по субботам Моника, пользуясь сокращенным рабочим днем, приходила мне помогать. И эта молчальница мягкими движениями, мягкой улыбкой умела убедить клиента. Она словно священно действовала, натягивая на кулак клиент носок, и даже самый хмурый покупатель брал еще пару. Но я не хотел, чтобы она по пяти часов подряд стояла на ногах. Я предпочитал оставлять ее дома, где она удобно усевшись в кресле, забыв обо всем на свете, рассматривала последний выпуск журнала «Вязание для грудных детей». Отложив в сторону метелочку, я изящным движением подбородка старался подбодрить некую Матрону, заглядевшуюся на мой товар, как вдруг показался неизвестно, откуда взявшийся Фред, и раскидывая на ходу кастрюлю моего соседа, торговца с кабинным товаром, подошел ко мне. С видом превосходства он с минуту слушал мою беседу с покупательницей, сообщавшей мне подробности своего телосложения. Торговец, как и врач, не мужчина. Ему можно сообщить любые подробности, жаловавшись на то, что самые лучшие чулки немедленно рвутся, так как ноги выше колен у нее толще, чем полагается. «Ну и садите без чулок», посоветовал этот образцовый торговец, даже не дав мне времени предложить покупательнице чулки экстра четвертой особой прочности. Потом он схватил меня за пуговицу пиджака и протрубил. «Давай, кончай, старик!» Тоже выдумал. Но Фред обросил новой покупательнице, категорическое «отстаньте от нас!» и продолжал отрывать мою пуговицу, шепнув мне на ухо. «Я вчера не мог тебе при Монике сказать, есть новости. Я только что узнал, что Марсель со старухой в Париже уплю веньяков. Мой официальный предлог — всемирная выставка, а на самом деле вдовствующая королева и носа во дворец шею не сунет. Она приехала обрабатывать деда, которому тоже пора помирать. Хвалебное заперли на две недели, самое время действовать. Все деловые люди одобрили мой план. Невозможно предпринять ничего для аннулирования завещания, если мы не представим какой-нибудь компрометирующий документ. Сама по себе продажа имения даже за такую низкую цену действительно. Поскольку отец продал хвалебное с пожизненным пользованием, трудно требовать семи двенадцатых, предусмотренных законом за причиненный ущерб. Но должна же существовать переписка Резоу-Кирвадеек. Возможно, даже существует какой-нибудь тайный документ, аннулирующий продажу или признание долгоэффективным. Ведь, в конце концов, старуха не сумасшедшая и должна была иметь какие-то гарантии на тот случай, если брак Марселя с Соланж не состоится. Но если мы заполучим такие бумаги, нам легче будет разрушить их план. Не положила ли госпожа матушка эти документы в банковский сейф в период, когда нас вводят в наследство, это было бы опасно? Итак, объект номер один — английский шифоньер в ее спальне. Заодно мы можем прихватить драгоценности, если только они там есть. Она про них не заявила. Драгоценности, а может, даже денежки, чистенькая девица. Он весь разгорячился от талчности. Брызги слюны, попадавшие мне в лицо, пахли они своей водкой. Мне было противно, но я поддался соблазну. Зачем я снова увидел мать? Зачем я снова разбудил свою ненависть? Теперь я стоял перед альтернативой дать себя ограбить, то есть дать себя одолеть, то есть унизить себя в глазах матери, да и в моих собственных, или защищаться такими же мерзкими способами, как противник, то есть унизить себя в глазах жены и в моих собственных тоже. А тем временем Фред все с большим красноречием складывал хворостинку за хворостинкой в вязанку крючкотворства. По его словам, бояться нам нечего. Когда речь идет о матери и сыне, закон не признает ни воровства, ни нарушения неприкосновенности жилища. Мадам Резо временно снимает хвалебное, поэтому достаточно не трогать обстановки, которая формально принадлежит отцу Соланж. Впрочем, наши недруги побоятся принести жалобу, и с благоразумия они не захотят привлекать к себе внимание казны, так как жульнически укрывают то, что украли у нас. В дом легко войти, не взламывая дверей, не разбивая окон. У нас есть ключ от теплицы. Нечего опасаться соседей. Барби Левиэна или его жены, присутствие сыновей в родительском доме, в конце концов, вещь вполне естественная, да и мы постараемся, чтобы нас не видели. Уж не вообразил ли Фред что тусил. Сжав зубы, я молча начал складывать свои товары. Уже уходите? спросил мой сосед, но в таком случае я займу часть вашего места. Пожалуйста, пожалуйста, дружок, разрешил Фред с небрежной улыбкой. В автобусе, несмотря на оборчание кондуктора, мои чемоданы и товары весили немало, и работники городского транспорта не упускали случая заметить, что я заградил всю площадку, Фред терпеливо излагал свои аргументы. Так маленькая страна пытается втянуть в конфликт великую державу. Но скажи сам, я спрашиваю, какой у нас будет вид, если мы, пригрозив, что будем бить стекла, вдруг безропотно покоримся. Я тебя просто не понимаю. В конце концов, речь идет не только о тебе одном. Ты не имеешь права позволять грабить свою жену, пусть даже с ее согласией, тем более обокрасть будущих твоих детей. Мы ведь требуем лишь то, что нам причитается. Миллион, понял? Моника может бросить работу, а ты вместо того, чтобы торговать сладка какими-то несчастными носками, купишь себе магазин. Нет, я тебя просто не понимаю. В прежнее время ты был куда крепче, и богу ты просто обуржуазился. Конечно, в тот же вечер, вопреки протестующим взглядам серых глаз, я купил билеты на поезд. И вот мы едем оба возбужденные, разгоряченные, как черти, которых припекают на жаровне. Я имею в виду старую жаровню своей ненависти, которую всячески стараюсь раздуть, хотя мехи уже сдают. Но ведь известно, что последняя головешка особенно щедра наискает. Мы открыто слезли все ляду, выбрав на всякий случай вечерний поезд. Обогнув городок, мы пошли окольным, более коротким путем, то есть по дороге Круа-Раго, и проникли в парк со стороны плотины, перекрывавшей Омэ. В парке, впрочем, это только так говорится, парк, потому что парка больше не существовало, он превратился в огромную лесосеку. Фред сообщил мне, что артель лесорубов повалила весь строевой лес. Вдовствующая королева успела наделать дел за один только месяц. Кругом лежали дубы, платаны, кедры, вязы, все столетние патриархи, посаженные в разное время разными поколениями резо, и почти каждое дерево имело свое имя. Один дуб носил имя какого-нибудь из наших предков, другое имя святого, третий и два имени разом. К ним подвешивались скворечники, а во время трехдневных молебнов обурожая накануне праздника вознесения букеты кранских цветов, только урожденная Плювеньек могла решиться на эту бойню. Осторожность и алчность, изрек Фред. Мамаша реализует акции на лесные угодья. Если даже нам удастся выиграть дело, лес уже будет продан. Старуха проводит эту операцию под девизом «Спасти мой рад». Мой брат вправе сетовать, а я понимаю мать. я тоже был бы способен разорить все дотла, придерживался бы политики возженной земли. На коре половины из этих трупов еще сохранились две зловещие буквы МП. Я вдруг одобрил в душе исчезновение этих отживших свой век символов. Но я не мог сдержать крика ярости при виде последнего ствола, уже без веток, уже готового к отправке лежавшего на ложе из щепок иголок и кусков коры. Этот тис, рухнувший всеми своими двадцатью пяти метрами поперек лужайки, был моим одиноким убежищем. Спасибо, мамочка. Спасибо за услугу. Вы сами сумели подхлестнуть мой ослабевший дух. Я увереннее зашагал к цели. Зато Фред стал наоборот не в меру подозрительным и оглядывал каждый кустик, следуя теперь в моем фарватере. Лучше бы подождать, когда совсем стемнеет, шептал он. Барбелевьян подвечер всегда шатается здесь. Подумаешь, важность. Этот дом, дом моего отца, я его законный наследник, я у себя. Будь здесь даже Марсель, будь здесь сама вдовица, я теперь вошел бы в дом силой. Я уже завелся, а раз я завелся, остановить меня не так-то легко. Дай мне ключ. Фред повиновался. Этот псевдопервенец снова стал вторым, а вернее второстепенными, только беспокойно шмыгал носом. Ключ повернулся в замке, и я даже не принял мер, чтобы он не скрипнул. Я вошел в теплицу, громко тупая ногами. Если кто-нибудь из крестьян, притаившись за живое изгородил, заметит нас, то, видя наше хладнокровие, наверное, решит, что мы пришли сюда палить бегонией, умирающей от жажды в своих треснутых фарфоровых горшочках. Я сразу же насчитал с дюжину огромных тенет паутины, куда набилась стародавняя пыль. Стекла теплицы полопались от жары и грады. Лакомки глицинии нагло проскальзывали в любую щелку, и неслыха на разрослись. Но это было еще только начало. В столовой нас поджидало куда более тягостное зрелище. Роспись на стенах облупилась. Источенные жучком деревянные панели еле держались, а серебряные канделябры, монументальная чаша, украшавшая камин, таганы кованого железа, оловянная посуда из поставца те и вовсе исчезли. На месте остались лишь громоздкие шкафы, потускневшие от сырости, выглядевшие на фоне голых стен коричневыми мастодонтами. Ибо наши габеляны, гордость семейства Резо, деревья, голубой попугай, парижская шкатулка, амуры психея, тоже исчезли. Остались только следы гвоздей, которыми крепились планки, да на стене красовались нанесенные угольным карандашом огромные цифры, видимо, пронумерованные габелены. Солнце освещает Амура, хихикнул Фред, и в прям солнцу полагалось освещать Амура. Сейчас стояли самые длинные дни в году, и сумерки слали нам косой предзакатной лучи, редчайшие из редчайших лучей, которые по древней традиции еще до царствования психиморы считался поцелуем мира. О, насмешка. Я и в самом деле ощутил странное умиротворение. Я был доволен. Это же вполне логично. Это же естественно, что Амура и психея подкинули наш дом. Наши ковры и наши кресла. Возмущался Фред, открывший дверь в смежную со столовой гостиную. Фред говорил «Наши», имея в виду «Мои». Предвержательные местоимения, впрочем, были ни к чему, ковров и кресел тоже не оказалось на месте. В каждой комнате мы делали новое открытие. Все, что имело хоть какую-то ценность, испарилось. Один бог знает куда. Боюсь, все эти сокровища плесневеют в сараях какой-нибудь кранской фермы. В библиотеке ни одной книги из большой галереи исчезло старинное оружие. Но предки остались на месте, досадуя, что не представляют собой ни малейшей коммерческой ценности. Кухня лишилась сверкающей меди кастрюль и лишь в буфете мы обнаружили следы скудного рациона мадам Резо. Остаток засохшей овсянки, несколько листиков маринованного салата и горбушку серого хлеба, твердого, как утрамбованная глина в сентябре. Да еще в ларе лежал мешок с бабами, который Фред тут же вспорол и содержимое рассыпалось по каменному полу. Не забудем также бутыль с уксусом, где плавал уксусный гриб, вонючий и разросшийся, как губка. Уксус был единственной роскошью, которую позволяла себе мадам Резо, чей желудок нуждался в очистительных средствах. Фред схватил швабру и за неимением иного букета водрузил ее в бутыль. Тут уж я не мог сдержать неодобрение, мой братец разнуждался, как отступающий войск. Только мое энергичное вмешательство положило конец этому вандализму слабых и побежденных. Я увлек его за собой. Мы вскарабкались по лестнице, которая вела в святая святых, в спальню родителей. Но когда я открыл дверь, энтузиазм Фреда разом угас. Еще слишком чувствовалось ее устрашающее присутствие. Он вздрогнул, шепнул мне, помнишь? Еще бы не помнить, спускалась ночь, а нанесла с собой запахи задхвости, оплывшей свечи, застрявшейся дождевой воды. Спускалась ночь, вся исхлестанная ледяным полетом летучих мышей. Лягушки и древесницы уже начали пробовать свой голос, а скоро насмешливо прохохочет первая сова. Десять лет назад, вскочив с постели обосиком, добрался сюда, присел на корточке у этой двери, чтобы подслушать ядовитый диалог родителей, переговаривавшихся через узкий проход, разделявшие супружеские постели. Ну, живее войдем, массивный английский шифоньер, конечно, на месте и, конечно, заперт, но оба оборота ключа. В темноте поблескивало зеркало, перед которым брился отец. я задерну шторы. А ты, Фред, зажги керосиновую лампу, она на ночном столике. Мы научились отпирать любые шкафы еще с эпохи ключемании. Достаточно повертеть в скважине крючком для ботинок, валяющимся на туалетном столике, и дело сделано. И если моя рука чуть дрожала, то лишь потому, что этим крючком Мфе Резо застегивал свои ботинки на пуговицах. Я почувствовал всей спиной его пронзительный взгляд, ибо он был здесь на стене, в квадратной шапочке на голове и со слюнявкой под подбородком, с распушенными усами, со всеми своими экзотическими побрякушками приколотник красной профессорской мантии, словом, такой, каким его уяковичил художник. Легкое щелканье известило о том, что язычок от замка сдвинулся с места. Я обернулся торжествующий и смущенный. Я прожил в этой спальне двадцать лет. Казалось, говорили глазам сервисом и ни разу не отпирал шифоньера. Фред перехватил мой взгляд и проворчал. Ну, знаешь, старик, сейчас не время сентиментальничать. При свете лампы горят, как уголья его шакальи глаза. Свет подчеркивает непомерно длинные ногти на этой руке, которая нетерпеливо тянется к полкам шифоньера. Я отлично знаю, что этот шакаленок вполне мог поладить с матерью, если бы она ограбила только меня одного и изо всех своих сил лаял бы мне вслед. Он любит меня, но совсем так, как шакал любит пантеру, ведь пантера позволяет ему доедать после себя падаль. Так пусть же действует, пусть обрушивается на потайные ящики, куда идет непереносимо утробный дух. Драгоценностей нет, разочарованно проскрепел Фред. Я этого ждал. Драгоценности не приносят дохода. Мадам вдова, которая никогда не носила ценных украшений, очевидно, сбывая их, дабы увеличить свою долю ренты, вот и все. осталась платиновая змейка с эпфирами вместо глаз, которую хозяйка сберегла, так сказать, из симпатии к своим сородичам и которую Фред торопливо сомол в карман. Наша мать не сохранила ничего, кроме обручального кольца и перстня, подаренного ей отцом в день помолвки. Необследованным остался лишь один ящик, запертый на ключ. Не дожидаясь, когда я пущу в ход крючок, Фред вытащил верхний ящик и сунул руку в нижний. Первой ему попалась тетрадь в черном молескиновом переплете, и Фред разочарованно протянул должно быть старухи на счета. Однако добыча оказалась богатой. В эту тетрадь мадам Ризо записывала месяц за месяцем все бумаги, по которым подходил срок получения процентов. Итак, мы узнаем точную сумму семейного достояния. Письма. Мадам Ризо, женщина аккуратная, все письма были сложены в пачечки, перевязаны, снабжены соответствующими надписями. Ну, разберемся потом. Бумажник, Фред произнес это слово со страстью по слогам, но его любопытство тут же уступило место досаде. В бумажнике хранились лишь одни фотографии. Фотографии одного лишь Марселя, нашего китайского братца. Марсель в возрасте шести месяцев, сообщала клинообразная надпись на оборотной стороне карточки. Марсель, Шанхай, 12 июня 1920 года, опять Марсель 17 мая 1921 года на борту Портоса. Еще Марсель, 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 смирно стоявши рядом с мамочкой. Очевидно, это была часть какой-то общей фотографии, и мы догадались, что это наш единственный групповой снимок. Ножницы сделали свое дело и гильотинировали всех остальных. А теперь полюбуемся самым последним снимком, насчитывающим не более двух недель. Марсель в форме младшего лейтенанта. Даже умилительно, сказал Фред. Ты хоть понимаешь, в чем тут дело? Ведь она никогда его особенно не выделяла. Когда мы были маленькие, она обращалась с ним чуть-чуть лучше, чем с нами. Чуть-чуть лучше, чем с нами. Но все-таки лучше. Мой старший брат был только удивлен, а я сражен. Мне казалось, что я дышу сквозь толстые слои ваты. Разве можно быть таким идиотом? Я как бы в ночь услышал свое бахвальство. О чем бы ты ни подумала, мамочка, я тут же разгадаю твои мысли и еще, если у нее есть щупальца, так и у меня они тоже есть. Коротки же оказались мои щупальца. В свое время я думал, она пользуется услугами кропета, но его не любит. Думал, что она бросала ему мелкие подачки, полагающиеся предателю. вовсе она не пользовалась его услугами, она сама ему служила, она любила его, и что еще хуже любила таким, каков он есть, любила его, недостойного ее выбора. Эта воительница потворствовала своему рабу, великолепное чудовище предпочла этого холодного, усердного, расчетливого очкарика. Странное открытие, неожиданно пробудившая во мне ревность. У гадюйки оказалась капля теплой крови, вспышки ее гнева были отчасти наигранными, и бесспорно ее поведение было политикой, которую я не понял. Вдруг меня пронзила запоздавая догадка. Не объясняйте мне ничего, только не объясняйте, я не спешу узнать. Да, нам повезло. Если даже в этой груди бумаг мы не обнаружим больше ничего интересного, а я готов удержать пари, что обнаружим, все равно мы потрудились не зря. Мой брат может продолжать обыск, а что делаю здесь я, завербовавшийся под его знамены? Посмотрите на эту сороку, которая за неимением лучшую, открывает жестяную банку, набитую деньгами, тысяч десять франков не меньше, и со счастливым клохтанием прячет их себе в карман. Я с трудом улыбаюсь краешком губ, когда Фред, вооружившись пузырьком йода и трубочкой из накрученной папиросной бумаги, из которых наша бабушка делала целые букеты, с помощью этих трубочек зажигали керосиновые лампы в старых кранских домах, не имевших электричества, когда Фред, фыркая от радости, выведет эпитафию. Здесь покоится психи Мора. Ее смерть будет единственным добрым делом в ее жизни. Фердинанд зовется Фердинандом, потому что наш отец звался Жаком, наш дедушка звался Фердинандом, а прадедушка Жаком, и так на протяжении столетий два этих имени перемежались в каждом поколении. Я зовусь Жанном. Отец госпожи матушки, который тоже зовется Жанном, решил, вероятно, что меня назвали в его честь, чтобы доставить ему удовольствие, и ручаюсь, никто не собирался убеждать его в обратном, и вон сенатор, а главное богач. На самом же деле я просто увековечил память о некоем Жане Резо, который, говорят, был главный посадчик королевских лесов. Теперь эта должность называется скромнее, главный смотритель лесного ведомства. Что же касается Марселя, то его должны были назвать Мишелем, как дядю протонотария, или Клодом, как знаменитого ван Дейтса, победителя при Пондесе. Мсье Резо несколько раз намекал на это обстоятельство, бедный Кропет. Я хотел дать ему имя одного из тех святых, что обычно покровительствуют нашему семейству. А твоя мама потребовала, чтобы его назвали Марселем. Странная идея. Почему тогда ни Теодюлем, ни по прямой, ни по боковой линии? Я не знаю ни одного Резо по имени Марсель. Возможно, что среди Резо действительно никогда не бывало Марселей. Эта мысль буквально меня ошеломила. До этого я ни за что бы не додумался. Вот почему я сказал возможно. сказал из чувства стыда. То есть стыда за свое долгое скандальное неведение. Скажем осторожности ради. Очевидно, Марселю дали это имя потому, что имелся другой Марсель. Оттоше при генеральном консульстве в Шанхае, которого мы обнаружили в письмах нашей матушки. Этот Марсель писал нашей матери двадцать восемь раз. И письма его делятся на три серии. Серия дорогая мадам Резо. Серия дорогой друг. И серия моя кружка Поль. Я позволил себе сделать сопоставление этих двух Марселей. Такое сопоставление мог бы вполне сделать и Мсье Резо. Оно было у него, что называется, под рукой. Для этого достаточно было пройти шагов шесть от медной кровати до английского шифоньера, куда он, однако, в течение двадцати лет ни разу не сунул носа. Но такая женщина, как мадам Резо, знала, каков характер Унсье Резо. Его слабости были надежнее любых сейфов. Проклятый крапет, ублюдок несчастный, ликовал Фред, законный первенец, но подлинный ублюдок духом. Мы вернулись домой и склонились над письмами нашей матушки, как склоняется аптекать над пузырьком с мочой сданной на анализ. «Хорошо съездили», бросила нам Моника, удостоившая меня холодным поцелуем. Я услышал, что на кухне готовится яичница, но Моника против обыкновения не мурлыкала песенку. Через каждые пять минут она появлялась в комнате и бросала на нас издали любопытный взгляд. Ведь она женщина и встревоженный взгляд. ведь она моя жена. Прочтите-ка это письмо, невестушка, предложил Фред, потирая руки. Большое спасибо отрезала Моника и ускользнула неестественно прямая, что не вязала с ее положением. Я не разделял ее отвращение, по крайней мере испытывал его по-иному, чем Моника, потому что к нему примешивалось какое-то сомнительное удовольствие. Жалкий разиня отец, недостойная и, как теперь оказалась, безнравственная мать, ни на что не способный первенец, младший брат, брат только наполовину. Вот она во всем своем блеске наша бесценная семейка, вся слава которой мертва, а все имущество перешло поэмой с поэм Марселю, этому приблудному кукушонку. Однако радость моя скоро померкла. Прежде всего у нас не было прямых доказательств. Письма не снабдили нас таковыми, ибо написаны были в достаточно туманных выражениях, так сказать, на полдороги между намеком и сдержанным умолчанием. Не знаю, радоваться ли мне сообщенные вами новости, гласила самое откровенное предпоследнее письмо, написанное почти холодно. Последнее письмо, которое, видимо, долженствовало открыть собой четвертую серию, серию умолчания, можно было истолковать самым невинным образом, я охотно согласился бы быть его или ее восприемником от купели, но, как вы знаете, меня отправляют в Вальпараесу. Доказательство, откровенно говоря, не бог есть какое. Оно имело ценность лишь для меня. Оно становилось решающим фактором, как капсюль для взрыва бомбы. Оно стягивало вокруг себя второстепенные аргументы, его подтверждающие это имя, эти каштановые волосы, так не похожи на наши черные гривы, это характерное строение лица, весь внешний облик, все повадки Марселя свидетельствовали, что наш брат типичный полукровка. А главное, вспомним предпочтение, которое ему всегда выказывала мать. Предпочтение неустойчивое, хорошо закамуфлированное, ставшее более открытым только с годами и постепенно дошедшее до своего теперешнего состояния, предпочтение исключительное, отнюдь не тайное, и которое слабо пытается найти для себя законное оправдание, ну там отличные отметки, треуголка, палеты. Самое мучительное во всей этой истории было то, что в ней заключалось искомое объяснение. Я не сетую на то, что оно слишком куцое. В подобных случаях, как гласит пословица, от худого семени не жди доброго племени, и надо было иметь темперамент мадам Резо, чтобы в прямой обход обычая обокрасть законных детей в пользу приблудного. Я не сетую, что эта великая грешница заставила закон служить своему беззаконию, и далеко не единственному, и всю энергию, которую полагалось бы вложить в раскаяние, вложила в пощечины нам. Я отлично понимаю, что эта властолюбица привязалась к самому маленькому, слабенькому своему детищу, к тому, кто был обязан ей всем, и только ей одной. Я сетую на это объяснение, ибо оно объяснение, а всякое объяснение, особенно запоздалое, разрушает образ той матери, какую я себе выбрал. Мне досталось чудовище, чудовище неповторимое в своем роде, и оно дало мне жизнь. И вот вместо этого чудовища подсовывают мне согрешившую женщину, самую обыкновенную, движимую самыми обыкновенными, почти человеческими чувствами, возможно, даже еще более человеческими, чем я мог себе вообразить. Десятки раз я отказывался слушать всяческие призывы к снисходительности, ссылки на пагубные последствия удаления желчного пузыря, отказывался слушать тех, кто пытался извинить ее поведение печальной юностью, когда закоренелые эгоисты плевиньейки и продержав дочь до восемнадцати лет в пансионе наспелы сбыли ее первому попавшемуся жениху. Все эти толкования бесили меня, вызывали во мне точно такое же чувство, которое испытывает верующий, когда в его присутствии скептики всячески стараются свести любое чудо к какому-нибудь физико-химическому явлению. О, я бы еще мог без особого труда переварить чувство унижения за собственную недогадливость. Можно ли в конце концов требовать от ребенка особой проницательности? Внешняя видимость для него вроде как бы щит, который не могут пробить копья его взглядов, невинное оружие поединка, но я не могу смириться с тем, что сверзился с такой высоты в банальщину. Я судорожно цепляюсь за свой миф, я чудовищно ревную. Конечно, я не ревную из-за вашей любви к нему, мамочка. Я досадуя на ваше внимание к нему. Не соглашусь с тем, что вы мне в нем отказывали. Вы сами сказали как-то из вас троих ты больше всех похож на меня. Я гордился этим. Я был признателен вам за это сходство и за свою гордость этим сходством только за это. Я отлично знаю, что с тех пор я сильно переменился. Тем не менее, мне удалось перемениться, только отталкиваясь от вас, что в конце концов тоже один из способов воздавать вам должное. Но вы-то выявили нечестную игру. Вы меня обманывали. Да я и сам себя обманывал, принимая вас чуть ли не за богиню Кали. А оказывается, передо мной разгуливала на низких каблуках просто злобствующая мещанка. Я подсветил вам свое великолепное отвращение и надеялся, что ему соответствует столь же страшный пламень его наивность. Теперь я понимаю, почему вам не требовалось моего присутствия, почему вы сделали все, чтобы меня устранить, убрать с вашего пути и из вашей жизни. Вы ненавидели меня рассудочно, вы питали ко мне неприязнь, отвращение, антипатию, вражду. Впрочем, слова тут не играют никакой роли, предоставляя вам самой выбрать подходящее в нескончаемом списке злых чувств. Но вы не ненавидели меня по-настоящему в силу жизненной необходимости. Вы ненавидели меня холодно, бесстрастно. Для вас это была поза, привычка, даже развлечения от безделья. Вы вдова моего отца, вы, пожалуй, не более живая, чем он теперь. Сказать ли вам, хоть я сильно изменился, я помню, все, без вашей ненависти хватай-глотай и чувствует себя отчасти сиротой. Мы продолжаем копаться в этих бумажках, благо еще не готов обед. Тетрадь в Малискиновом переплете оказалась обвинительным документом. На ее страницах грациозно смешивался почерк отца, похожий на мушиные следы и клинопись матери, одна треть перечня ценностей, как будто случайно перечислялись ценности, только номинальные, которых нельзя было скрыть, была подчеркнута красным карандашом. Она как раз фигурировала в завещании. Остальное в нем не было упомянуто. Речь шла о документах на предъявителя. Но это еще не все. Если нам не посчастливилось найти документы, аннулирующие продажу, или фиктивную расписку, возможно, всего этого просто не существовало, зато нам попалась переписка Марселя с мсье Геяром Дектер Дектер Водек. Ну, теперь они в наших руках. Каждые пять минут восклицал Фред. Письма ее в самом деле были на редкость красноречивы. Они подтверждали черным по белому то, что было нам уже известно. Таким образом, мы восстановили генезис этой истории. Письма помогли нам стать свидетелями споров, сделок заключенных матерью еще при жизни ее мужа. Если эти письма будут представлены на рассмотрение суда, все сомнения отпадут, а фотокопии этих письм чрезвычайно заинтересуют налоговое управление. Одновременно из всех этих письм мы узнали и нечто иное. Каждая из заинтересованных сторон старается урвать себе кусок пожирнее. Самые последние письма, написанные уже после продажи хвалебного и смерти Мстерризо, свидетельствовали о серьезных расхождениях в толковании, слова, заимствованные с письмом Се де Керводека. Мадам вдова предлагала разрешить проблему обратной передачи имения самым простым способом. Покупатель выдаст на него дарственную Марселю, которая будет таким образом единственным владельцем хвалебного, а право пожизненного пользования имением останется за матерью. Усадьба, проданная с обстановкой, будет возвращена Марселю без мебели или, вернее, якобы без мебели. Мадам Резо таким образом подарит себе мебель всего самого факта. Марсель, напротив, настаивала на том, чтобы в дарственную включили обстановку. Ясно боялся, что матушка все распродаст, чтобы пополнить свою мошну. Его аргументы, густо сдобренные медом, подчеркивали то обстоятельство, что в случае смерти матери есть определенный риск. Обстановка будет поделена, причем напоминалось, что она неделимая часть владения этого морального майората. Что касается Карвадека, то он считал более нормальным уступить хвалебное, включая обстановку будущей чете Марсель Соланж. Ну и востряпали. Я не говорю уже о второстепенных документах, о законниках, которые самым серьезным тоном обсуждали все эти проблемы. Не говорю об этой банде горестряпчих, которые нижут витиеватые фразы наперебой предлагая вам наилучший и наизаконнейший рецепт. Вся эта переписка имела для меня еще одну ценность. Я понял, что вдовствующая императрица боится за свое наследство, что она не слишком уверенно огрызается, хитрит, не решается перейти в наступление. Похоже, даже, что после сцены с завещанием она немножко запаниковала, если верить Марселю, посмевшему написать ей «Не теряйте хладнокровие», для того, чтобы вести такой процесс, потребуется не только доказательство, но и деньги, а я уверен, денег у них нет. «И правда, у вас их нет», ставила Моника, которая по-прежнему сновала по квартире и не упускала случая бросить на наши раны щепотку соли. «Как нет? Это у нас-то нет? А это что?» возмутился Фред и, порывшись в карманах, извлек оттуда платиновую змейку и любовно подбросил ее на ладони. На этот раз моя жена приросла к полу. «Воровство против воровства?» С силой воскликнула она, положив обе руки на свой выпуклый живот. «Продав эту штучку, вы сами станете участниками преступления, против которого вы будто бы боретесь. В общем, оба вы хороши. Первым результатом процесса будет то, что казна обложит это сомнительное наследство огромными налогами и от него ничего не останется. Но главное то, что ваш брат и ваша матушка уступили вам свою далеко незавидную роль. Вот отчего вы беситесь. Вы не знаете, что бы вам еще сделать, лишь бы превзойти их славу в этом состязании в гнусности». Фред засунул браслет в карман, вытянул губы трубочкой вместе с зажатой в них сигаретой пять-шесть раз выпустил из ноздей клубы дыма и, наконец, выплюнул скользкий окорок. «Грустность, а гнусность, проговорил он, это вы уж слишком, каждый защищается как может. Впрочем, мы не отказываемся идти на мировую». Он зашагал в раскачку по комнате искоса, поглядывая в мою сторону. Потом вдруг выпрямился, принял важный вид, а я не мог сдержать улыбки, вспомнив, как наш отец становился именно в эту величественную позу, дабы передать нам решение своего суфлера. Все-таки отцовские усы были куда декоративнее. Лучше будет, если я один займу с этим делом. Кстати, у меня много свободного времени, а ты перегружен работой. Если ты не против, я распоряжусь нашим трофеем по своему усмотрению, конечно, в общих интересах. Распоряжайтесь, жива отозвалась, Моника и с облегчением вздохнула. Не дожидаясь моего ответа, Фред схватил бумаги и сунул их в карман рядом с банковыми билетами и браслетом. Его не удивило мое молчание, он привык, что командует женщины. За исключением последнего, я был с ним, впрочем, согласен, и на сей раз я предпочел переложить на него это грязное дело. «Дорогая», начал Фред, я содрогнулся от этой фамильярности, поскольку у нас есть кое-какие деньги, я попытаюсь найти себе приличное жилье. Меня немного утомила эта бивуачная жизнь. «Я вас отлично понимаю», ответила ликующая Моника. Сняв себе весьма комфортабельную меблированную комнату на авеню Бобилен, Фред первое время приходил к нам каждые два-три дня, чтобы держать в курсе дел, которые, по его словам, продвигались удачно. Он пополнил свой гардероб, чтобы иметь представительный вид, и купил себе велосипед, чтобы дешевле обходились разъезды. И у него даже появился известный шик, а глаза свежо заблестели, как у святой овчарки. Потом он стал заходить реже. Мой воспрянувший духом братец соблаговолел сообщить нам, что мужчина не создан для одинокой жизни. С каждым разом он становился все великолепней и все озабоченней, ибо на него свалилась куча дел, от которых он меня великодушно избавил. Однако теперь он уже не считал необходимым надоедать нам своими рассказами. Дела шли своим чередом, и всякому известно, что юридические разбирательства меньше всего похожи на стремительный поток. Не думаю, чтобы обстоятельства нам благоприятствовали, так как я получил классическую повестку из суда предвестницу завершения раздела, чего, как ни в чем не бывало, требовала противная сторона. Запах сигарет Кэмил, который как-то облагораживал физиономию моего братца, его галстуки, не считавшиеся страуром, роскошный аромат выдержанных вин, долетевший до меня вместе с брызгами слюны, все это свидетельствовало о том, что материальная часть трофеев нашла удачное применение в наших общих интересах, в кавычках. Фред, как всегда трусливый и как всегда веляющий хвостом, утопал в блаженстве и беспечно упускал реальную добычу ради призрачной. Я остерегался протестовать, требовать свою долю. Я считал вполне законным, что он торжеет деньги Резо. Деньги Резо были мне противны. Для меня лично существует два вида денег. Деньги из состояния доставшегося по наследству, огромный перезрелый плод, плод генеалогического древа и деньги нажитые, у которых чуть кисловатый вкус, как у дикой вишни. Мой союзник был мне еще противнее, чем деньги. Я уже не мог увидеть его кривой нос, его бегающие глазки, его плоские челюсти. Я не сердился на него за то, что он такой, он так получался еще унизительнее для нашего семейства. Я сердился на него за то, что он упускал главное, что во всей этой истории он видел лишь предлог для шантажа, источник грязной выгоды. Особенно же сердился я на него за то, что он как свидетель был бесполезен, был лишь случайным сообщником, полубратом, чуть больше братом, чем тот третий. Я сердился на него за то, что сердился на самого себя, ибо он в конце концов оставался самим собой, мелочно алчным, до предела трусливым, неспособным выстоять один на в решающем бою, так как немедленно размекал, соблазнившись приходящими усладами, но я-то, я перестал быть самим собой, я бил отбой при первом же успехе под тем предлогом, что неприятие, мол, недостоин моих ударов. Одним словом, я переживал кризис приспособления. Если новая ситуация не занимала больше Фреда и оставляла его равнодушным, то для меня она была, может, и не самой существенной, но, во всяком случае, очень волнующей проблемой. На сей раз прошлое стало больше, чем просто прошлое. Оно жило жизнью, не похожей на мои воспоминания. Требовалось воскресить, вновь впустить в ход эту бесполезную теперь жизненную силу, которая меня душила. Вопреки курсу на платину ресурсы Фреда быстро иссякли. В октябре, после долгого отсутствия, он вдруг снова явился к нам. Фред несколько потускнел. Он продал велосипед эту мерзкую рухлядь, снова полюбил дешевые сигареты. Пришел он к нам ровно в полдень любезно ждал, что мы пригласим его пообедать. Его энтузиазм поостыл, и он жаловался на какие-то таинственные затруднения, не объясняя, впрочем, какие. В течение недели он аккуратно являлся к обеду в качестве нашего прихлебателя. «Наконец он набрался духу и, прибегнув к мудреным и высокопарным ораторским приемам, попросил меня внести свою долю в кассу защиты нашего общего дела, потому что ему в течение долгого времени приходилось одному нести все расходы». Моя улыбка его не обескуражила. «Подобно всем неудачливым вымогателям, он заговорил с подкупающей наивностью, пуская слюни. Ты пойми, процесс нам будет стоить гораздо дороже, чем мы думали. Нам предстоит бороться с людьми, которые защищаются с помощью тысячных кредитов. Денежки, что мы взяли в хвалебном, уже ухнули, и мне приходится оплачивать все расходы из собственного кармана. Надо изыскать средства, чтобы продержаться, а иначе нам останется одно — идти на полюбовную сделку». Вряд ли стоило допытываться у Фреда, каково действительное положение дел. Он явно считал меня дураком, ведь я не собирался контролировать его деятельность, и как раз это меня бесило, хотя подобное умозаключение, созревшее в таком мозгу, было в известной мере даже утешительным. Я отказал ему в деньгах, сославшись на расходы в связи с близкими родами Моники. Нос Фреда вытянулся. Он вскинул глаза к потолку, совсем как те военные, которым родина-мать отказала в кредитах, необходимых для поддержания чести армии, то бишь чести их мундиров. «Черт!» — хмуро буркнул он. «А я-то думал, что ты воля исчезла, когда речь идет о твоих собственных интересах. Ну, чем хуже, как-нибудь выкручатся». Я имел нескромность спросить, как же он выкрутится. «Выкручусь, выкручусь», уклончиво повторил Фред, старательно избегая моего взгляда. Он и на этот раз пообедал, выдал свой литр вина и исчез. Чистое совпадение, конечно, исчез одновременно с кошельком Моники. 288 франков — сказала Моника. Удовольствие отделаться от твоего братца обошлось нам всего в 288 франков. Надеюсь, что новое или новое Резо вполне будут стоить этого. Новое Резо. Я начинал думать о нем все с большим любопытством. Этот зародыш занимал уже немало места в нашей жизни. Даже под широкими складками пальто видно было, как он нагло раздувает живот своей матери, который начинал уже опускаться. Целая пулка нашего белого шкафа была отведена под его распашонки, под его пеленки, выкроенные из старых простыней, под его подгузники, на которые тетя Катрина Рбен пожертвовала две немного поношенные простыни. Она прислала их нам вместе с двумя парами белых вязаных башмачков. Я с детства привык сосредоточивать все свое внимание только на живых существах, на том, что видимо, зримо. И теперь удивился этому вторжению невидимого. Столько аксессуаров для того, кто почти не существует. Великолепный символ человеческой природы, которая еще не начав жить, уже мобилизует все вокруг. новый резон. Какой-то будет он, этот незнакомец, жила которого отягощает кровь моей матери и которому грозит опасность, выраженная в пословице яблоко от яблони недалеко падает. Я уже не боялся дать своим детям психимору, но вполне возможно было дать Монике хватая-глотая. Дитя это несомненно отражение. Иногда ложное, я-то это хорошо знал. Ну и пусть, и пусть этот ребенок должен быть прежде всего ребенком, то есть тем, чем не был я, Жанна или Жанн, хотя это имя наше фамильное, Жанна или Жанн, ибо я теперь предок, а не потомок. Он рождался, этот первый ребенок. Я ждал в коридоре клиники, ибо я не желал, чтобы моя жена рожала в больнице в этом современном вифриеме. Я ждал весь внутренний сжавшись. Меня раздражали эти матовые стекла, это слишком белая эмаль, эти скромно скользящие сиделки, эта хирургическая непорочность хромированной стали, эти запахи молочного магазина, борющиеся с запахом эфира. С полдюжины рожениц кричали во все горло за стеной, но даже им не удавалось нарушить густой тишины, и хотя радиаторы поддерживали тепло, как в оранжерее, им тоже не удавалось разрушить мое убеждение, что весь дом построен из плиток и замороженного молока. Где-то попискивал телефон, и неутомимая уборщица протирала тряпкой линолеум-коридора. Наконец, из полуоткрывшейся двери родильной палаты номер семь высунулась рука все еще резиновой перчатки цвета внутренностей, а за ней показался чей-то нос. Мальчик. Для первых родов все прошло прекрасно, произнесли губы, и мне показалось, что они сделаны из того же материала, что и перчатки. Можете войти, все войдем в палату, вернее, в часовню, выкрашенную масляной краской с высоким, как витраж, окном. Можете смеяться, меня охватило благоговейное чувство. В углу комнаты как раз тот человек в белом стихаре, отправлявший таинство рождения, моет сейчас руки в крапильнице, то бишь вполне современно поблескивающей раковине. Акушерка стоит в позе монахинь, которые вечно перебирают четки подсень своих покрывал. Фармацевтический лаган воскурен по всей комнате, но особенно он густ над кроватью, длинной, чудотворной, как катафалк, где уже произошло воскресенье из мертвых. Не хватает лишь свечей, но во мне уже запылали их короткие язычки. Жан произносит Моника вовсе не из последних сил, но как всегда экономящая слова или просто решившая слить в одном имени отца и сына. Человек жесткий, особенно жесткий с самим собой. Почему же ты чувствуешь себя таким юным, таким обновленным? В этом доме, где жизнь считается днями, в крайнем случае одним месяцем, некий Жан Резо, имеющий за плечами 270 месяцев, спешит полетик к комочку мяса, склоняется над неким Жаном Резо, которому отроду всего 270 секунд. Постороните свое все, это крошечное существо внезапно становится для меня самым важным из всех существ. Вдруг понимаешь все значение хрупкости, еще лиловый, сморщенный, почти пляшилый, как маленький старичок, и как бы знающий, что жизнь через другие жизни восходит столь далеко, что любое детство сродни старчеству, с прижженными ляписом веками, с черепом, который кажется почему-то удлиненным в руках акушерки. До чего же он уродлив, этот совенок, и до чего похож? Я думаю о бесчисленном количестве кретинов, которые будут уверять, что нос у него типично арбеновский, лоб, как у тети Катрины, или глаза, как у дедушки. Да посмотрите на эти три черных волоска, они, конечно, выпадут, но скоро вырастут новые, еще чернее, еще жестче. Посмотрите на эти большие уши, посмотрите, как смешно заострен этот выступающий подбородок. Сын, понимаете, Сын, тот, кто не верит в Отца моего, не войдет в Царствие Небесное. Тот, кто не верил в свою Мать, тому не следовало бы входить в Царство земное, но в обоих случаях Сын пришел нас спасти. Он открывает беззубый ротик, и он проповедует, и проповедует не в пустыне, он, который уже постиг красноречие, не членораздельной речи, вдыхая воздух, как козадой, и возвращая нам его в форме крика. Простите меня, доктор, но я слышу только эти крики, и плевать мне на то, сколько весит новое поколение, и как вы извлекали этого шалуна из шрева уроженки шампаний. Дьявольски живучий. Вот это я вижу, но еще важнее знать, в какой мере он вживется в мою жизнь. Не беспокойтесь, ответ уже вырвался из этого горлышка, где трепещет, как виноградина, маленький язычок. Прощай, Хагэ, сбор винограда закончен. Я поднимаюсь, я оборачиваюсь к Монике, но меня смущает ее веселая улыбка. Будь милым. Напрасное слово, несостоятельное слово. Ну, как можно говорить в подобную минуту такие слащавости? Я вовсе не милый, я непроницаемый, или же насквозь пронзенный. Именно так, пронзенный. Но, должно быть, это уже известно, потому что Моника улыбается еще шире и добавляет «Скажи мне спасибо». Прошепчем ей эти два слова на ушко, уткнув лицо в пышные волосы, в то местечко, которое женщины обычно душат духами. Шепнем, чтобы доставить ей удовольствие, хотя с тех пор, как я ушел сюда, я только и делаю, что ее благодарю. К черту этот хриплый голос эмоций, движение век красноречивее, чем губы, веки не бормочут, не сисюкают, не пришепетывают. Не хочу радоваться просто. Пусть моя радость будет задорной. Будем же достойны этого багрового крикуна, этого узелка ручонок и ножонок, которые копошатся уже достаточно энергично. Напишем 14 ноября 1937 года, 15 часов 15 минут, говорит врач, отвинчивая наконечник ручки и подписывая свидетельство о рождении. 15 часов 20 минут, доктор, уточняет акушерка, приближается к крикуну и надевает ему на запястье браслетик из легкой ткани. Я одобряю эту меру предосторожности, хотя Жанна Резо по-моему невозможно спутать с другими младенцами. И хотя этот браслет, так сказать, предваряет пресловутую бляху будущего призывника, но услышав следующую фразу я поднимаю брови. Папаша, не забудь принести документы, чтобы завтра зарегистрировать ребенка в мэрии. Папаша, если какой-нибудь титул меня пугает то именно этот Папаша в моих воспоминаниях. Это что-то да нельзя рыхлое и совершенно недостойное этого титула. Забавно. Вот и пришел мой черед восседать на троне своего отцовского авторитета. Однако, если поразмыслить, то ведь этот титул я похитил у предыдущего поколения. А там далеко-далеко от улыбки засыпающей моники, чьи веки снижаются, как лепестки вечерних анемонов. Далеко-далеко от моего едкого, моего молодого отцовства, очень далеко от нас обоих, живет вся в морщинах вдохствующая королева, которая имеет теперь право зваться по традиции бабусь. Держу пари, что это уменьшительно, ей не так-то часто придется слышать ни от этого внука, ни от других, даже рожденных крапетом, которому не слишком улыбается, чтобы на долю его отпрысков выпала бабусина разворная фасоль, заплесневевшая варенье и пощечины. Возможно, ей плевать на это, хотя, пожалуй, в отношении нашего китайского братца это не совсем так. Близится возмездие, оно лишит ее нелепого счастья тирании. И мы поспособствуем этому. Мы изгнанники, которые имели наглость познать иное счастье. Мы, которые считаем, что жизнь исходит не только из чрева и при том раз навсегда, но и из сосудистой системы, непрестанно омываемой алой кровью. Спи спокойно, мордашка, под тюлевым пологом, спи рядом со своей матерью. Ты потряс меня, и я в благодарность потрясу твою колыбельку. Ноябрь пригнал из кранских глубин западный ветер, чтобы приветствовать тебя, на улице свежо, но тепло, которое тебя защищает, очень доброе и очень глупое тепло, оно не собирается иссякнуть. Ты сам зажег его этими крохотными пальчиками, этими спичечками, где коготки, как серые головки. Уй, мисс, невесомый комочек писка, колобок колобродящий на матрасике, розовый стык ответвлений. Уй, мисс, потому что я ухожу под дождем зарабатывать на твои пеленки, на твои соски. А мне очень хотелось бы видеть, как ты лежишь неподвижно, чуть раздувшись от твоего первого молока и твоего первого сна. Но если ты предпочитаешь вопите своей слабостью, что ж, тем лучше, надувай легкие. Корчис, нам эта музыка знакома. Вечер как вечер. Бледно-желтый ночник, на абажур которого Моника, чтобы смягчить свет, накинула махровое полотенце. Она вышивает, уж не знаю, который по счету нагрудник, а я строчу. Время от времени Моника подходит к бельевой корзине, превращенной в люльку. Из кухни доносятся всплески. Это в специальной кастрюле кипятятся соски, а из горла моей жены то и дело вырывается нежное булькание между митей. Материнство Моники, подобно любому материнству, чуточку раздражает. Это своего рода религия со своим слащавым ритуалом, гримасками, мягкими жестами. Мне понадобится месяц, а может быть и годы, чтобы привыкнуть к такому жанру ласковости, пусть даже обращенной на моего сына. Я с отвращением внимаю этим инфантильным излиянием, и в моем ухе дыбом встают все волоски, когда оно слышит «Бузенька моя, мыська моя, боба по-попотски». Конечно, я понимаю, нельзя помешать женщине выхищукивать свою нежность, но я никогда бы не мог наподобие моей жены тетешкой этого расфуфыренного, нарядного, распомаженного, мытого и перемытого младенца, который в награду за все эти заботы то мочит свои пеленки, то кусает материнскую грудь. Пойди разгадай тайный смысл отцовского ворчания, которым я раздражаюсь каждое утро, когда моим еще небритым колючим щекам предлагают радость прикосновения к этой персиковой коже. В ворчание это входит немного тщеславия, грубоватое удовлетворение ремесленника, удавшейся работой, чуточку ревности, скрытое ликование, желание сохранить свою суровость, дабы не впасть в назидательный тон и свою естественность, дабы не опуститься до наставления иного рода, слишком хорошо известных мне в юности и зовущихся отказом. В сущности, хватая-глотая, оказался хорошим отцом. Можно быть плохим сыном и хорошим отцом, как можно быть хорошим сыном и плохим отцом. Реакция ли это, или просто компенсация, но избалованные дети сплошь и рядом становятся скверными родителями, а несчастные дети редко вымещают свои горести на потомстве. Тот факт, что моя мать всю свою юность провела в закрытом пансионе, не может служить ей оправданием. Напротив, это отягчающее обстоятельство. Она-то знала, чего была лишена. За работу! Моника продолжает сновать иглой, поглядывая на будильник. Идут минуты. Время от времени наши взгляды встречаются, сталкиваются и разом опускаются к двум гладким поверхностям нагрудника и страниц. Миленький, шепчет Моника, я совсем забыла тебе сказать, сегодня снова приходили сюда. Не мог бы ты уладить это дело, мне просто не в моготу. Но прошу тебя, пощади нас, если уж ты не способен пощадить свою мать. Думаю, что теперь уже скоро все кончится. Откровенно говоря, в душе я придерживался противоположного мнения. Повестки поступали одна за другой. Фред ровно ничего не сделал, и теперь противная сторона напала на нас. Поскольку мы отказались подписать завещание, мадам Ридзоо и Марсель перешли к обычным формальностям. Суд вынесет решение, нас заставят подписать, мы подпишем, подпишем еще раз. Мы будем бороться до окончательного постановления суда о приведении в исполнение приговора и перевода в депозит, полагающийся нам доли, отягощенной пошлинами. Нашим противникам потребуется два-три года, чтобы добиться успеха, но они люди терпеливые, надо признать, наша политика по сравнению с их довольно-таки идиотская. Мы объявили войну, и вдруг вместо того, чтобы палить, довольствуемся теперь роли отражающих удары. Эти горы гербовой бумаги пугают Монику, омрачают ее материнство, беспрерывно подогревают ее добрые чувства в отношении моей матери, да, в отношении матери, ибо в конце концов она моя мать, и раз я обязан ей жизнью, я обязан ей и так далее и тому подобное. Знакомая песенка, сначала Ладур, и потом Поль, а теперь моя жена воскуливает Фимиам перед этим мифом, с тем большим рвением, что отныне она сама к нему причастна. Никогда не скажу ей, священно не мать, а ребенок. ведь ребенок не делал заявки на свою жизнь, он получил ее как наследство, от которого нельзя отказаться, и при том без всяких материальных выгод. Я обязан жизни своей матери, хорошенькое дело. Жан Резон номер обязан жизнью Моники Арбен, которой я лишь немножко подсобил, не спорю. Моника превосходная мать, она повинуется тому же самому инстинкту, что и морской конек, кобылица или ворона, но этого еще мало, чтобы мадемуазель Арбен, ныне мадам Резо, стала святой Моникой. Просто она свято выполняет свои женские обязанности, блюдет свою женскую честь, если хотите, поскольку хорошо выполненный долг, не что иное, как дело чести, все это очень несложно, очень по-мирскому, великолепно несложно и великолепно по-мирскому, как счастье. Вот и сорвало с моих губ это слово. Разумеется, любое счастье истина и все прочие абсолюты приписаны к той же конюшне, что и пресловутая кобылица. Это совершенство, которое не существует. Если хочешь быть понятым, говори вульгарным языком, мы счастливы, счастливы оба, даже несмотря на то, что существуют всякие ссоры и булавочные уколы, о которых я уже говорил, и которые продолжают и будут продолжать колоть нас пониже спины подво-под если не четыре раза в день. В нашей двухкомнатной квартирке с кухней ровно ничего романтического, ничего от литературы, будничная жизнь, равновесие, крепнущее взаимное согласие, совместная мойка посуды, совместная очистка от шелухи до кук, расшифровка знаков внимания, общее наше желание не переживать эпилога, в жизни эпилог ни к чему, но и не ограничиться только эпизодом. Таково наше определение счастья, скромного счастья в домашней передничке. Определение довольно точное, если не считать известного сожаления, что наше счастье могло бы быть более блистательным и легкого стыда за то, что нельзя разделить его со всей вселенной и можно только содействовать личным примером его всеобщему распространению. Я уже слышу, как меня одергивают Фреды. Ты обуржуазился, омещанился. Да, об этом и речи нет. Принять то, что есть человечного и только это в буржуазных порядках, это еще вовсе не значит обуржуазиться. Любой конформизм покоится на нескольких вполне определенных ценностях. И великая ловкость буржуазии заключается в том, что она аннексировала известную мудрость, известный разум и продуманный модус поведения, известное количество достоинств. Она именует их добродетелем, которые ей удалось выдать за свои собственные и которые служат ей в качестве витринной приманки. Следует разоблачать это мошенничество одновременно с заблуждением бунтарей, которые не желают делать отбор и отбрасывают прочь все разом, не подозревая, что тем самым дают оружие в руки противника, привыкшего стоять на страже именно на территории морали. Но я слышу другие голоса, с которыми иной раз сливается и голос моей гордости. Если ты даже не обуржуазился, ты все равно остепенился, ты потерян для бунта, мы разочаровались в тебе. Знаю я этих доморощенных любителей антиконформизма, которые обожают свои шлепанцы и загадочность своих проклятых душ. Искусство для искусства и бунт ради бунта при том условии, конечно, что он не задевает их привилегий и ограничивается посягательством на чужие. Вряд ли стоит им объяснять, что бунт в себе ничто, ни к чему не ведет, что с его помощью можно лишь переоценивать ценности, ограждая их почтительностью, а почтительность бич для мысли, и что с другой стороны этот бунт должен также ограждать себя от собственной стихийной ярости, судорог и извращений, что в конечном счете не горячие бунты, а бунты остывшие наиболее прозорливы, наиболее действенны. Нет, я не остепенился, но тем не менее я буду на чеку. Ни счета, усталость, время и привязанности, которые терпеливо, как медлительные жернова, перемалывают все. Вот что сплошь и рядом утихомиривает бунтарей. Ну и успех также. Более того, он излюбленное оружие врага, которое охотнее поглотит вас, чем вступит с вами в бой, дабы обескуражить тех, кто собирается вам подражать. К чему все это? Вы же сами видите, он не устоял. Я хочу устоять. Я устаю. Это беспокойное подергивание бровей, этот ужас перед пошлостью и млением, эта оглядка, с которой я придерживаю свои идеи, свои чувства, свои радости, свои аппетиты. Все это верный признак старения. Хватая, глотая, завещал мне свою требовательность и предостерегал от чрезмерности его эксцессов. Да будет он за это вознагражден почетным изгнанием. Самым разумным обычаем Афинин был астрокизм в отношении неугодных им лиц. Последний бунт, самый полезный, это тот, который поднимаешь против самого себя. О чем ты думаешь, милый? Спрашивает Моника осторожно, как обладку причастия, разламывая круг тишины, залегший под абажуром. Я уже говорил вам о булавках. Ненавижу эти вечные, милый, срывающиеся с влажных губ. Ненавижу этот вопрос, этот извечный женский припев. Ответить о тебе значит сказать глупость или ввести человека в заблуждение. Ответить ни о чем, обычно фальшь, отсюда и ложь. Или что еще хуже, правда, что не свидетельствует о силе вашего интеллекта. Внутри черепушки у меня не так уж голо, но я не желаю, чтобы моя отдалила, выведывала и обстригала мои мысли. Впрочем, как раз сейчас я ни о чем не думаю и не мечтаю. Я просто удалился, как некогда, когда влезал на вершину моего погибшего ныне Тиса. И, признаться, делаю это с большим трудом и значительно меньшей охотой, чем раньше. Ребенком я мог отделить себя от своей жизни, которая была лишь ненавистным ожиданием. А сейчас эта жизнь хоть и не удовлетворяет меня полностью. Она уже не ожидание, а начало. И я не отделим от нее. Подвигается твоя статья, Жанна? Продолжает Моника, не испугавшись моей ни морды, и между двух взмахов иголки взмахивает ресницами. Ограничимся кратким «да» и продолжим работу. Речь идет о том, чтобы подвести итог не самому себе, а другим. Такова моя роль и в сущности лучшее средство познать себя через сравнение. Действительно моя статья подвигается. Речь идет о большой статье, о первой моей большой статье, золотая тема, репортаж о юных правонарушителях, за который я ухватился как за счастливый случай. Я многому научился и могу теперь многим поделиться с другими и в первую очередь секретом моей относительной удачи. Для того, чтобы направить собственные свои претензии по другому руслу и кое в чем их пересмотреть, нет ничего лучше, как более тесное знакомство с более реальными бедами. Как ни странно, но оказывается, самые острые проблемы не те, в которые ты был погружен, а те, поверхности которых ты лишь коснулся. Я уже говорил, что мне надоело быть каким-то исключением, носиться со своим я с большой буквы, как с черной жемчужиной на булавке для галстука. Я всегда ненавидел благотворительность, которая творит своими справедливость. Меня трясет при мысли, что, быть может, в моих проклятиях слышится нищенская нотка. Не обойдите меня, добрые дамы и господа, вашим негодованием. А здесь ничего похожего. По-видимому, защищать других лучшее средство защитить себя. В течение недели я таскался по различным приютам, переступал десятки негостеприемных порогов. Меня пугают эти дети, но чем я могу им помочь? Время от времени о них говорят все, о них уже сказали все. Они сказали в сущности ничего, и моя добрая воля сделает ничуть не больше. Я сам чуть было не оказался среди них. О, тише, тише. Мой Стэн спит всего в трех метрах от меня. И не стоит вспоминать подобные вещи в такой от него близости. Я сам чуть было не стал вроде них, и поэтому я знаю, помогать им это еще мало. Надо их любить. Но давайте договоримся любить не всех скопом, а одного за другим. Я подымаюсь с места, мне жарко, я шагаю по комнате. Мне чудится, что за мной по пятам идет мое маленькое счастье, что оно запыхалось, оно вопрошает меня, так ли уж оно безмятежно, как я утверждаю, раз оно еще позволяет мне принимать к сердцу чужие беды. Моника, уколов палец, тихонько сосет его, чтобы не разбудить ребенка, а мои ботинки даже не скрипнут. «Ты право, мое неповторимое я. Я уже разучился быть, но никогда не успокоюсь, не буду доволен собой, это ряд, всегда с собой доволен. Вплоть до того дня, пока все мне подобное не найдут то, что нашел я в этой маленькой квартирке. Мне необходимо наконец сказать, что вы принесли мне, вы оба, что вы значите для меня, и что я, возможно, заслужил вопреки моим выходкам, ибо никогда не грешил равнодушием. Чувствую, что впадаю в торжественный тон, которого боюсь больше, чем мы, но на сей раз мне плевать. Жена стала искуплением за мать, и дитя любви искуплением за дитя ненависти. Он уже где-то далеко сердитый родительский окрик, упрек хулития семьи. Его семьи, да, но отнюдь не всякой семьи. Откуда он это взял? Ну, в худшем случае хулитель в возрасте от 15 до 20 лет, когда безбородый нигилизм готов все обобщать и все обобщает наспех. Я усомнился в целесообразности этого института, но поскольку живая материя состоит из клеток, с какой стати мне провозглашать, что все семьи, все клетки ненавистны, желая отомстить за одну нашу, пораженную гангреной. Напротив, моя здоровая клетка это мой реванш. Знаю, каким жалким покажется этот реванш тем, кто привержен традиции отридов и посвящает свое суровое рвение рогу. Для них красивое горе это благодать, божественное привилегия, с высоты которой можно и должно измерять радости жизни, этой плебейки жизни. Я слышу о жителе подлонного мира ваши вопли анемичного презрения. Слышу, они доходят до самых сокровенных глубин моего я, особенно в такие вечера, как сегодня, когда меня захлестывает гордыня. О, да заткнитесь же вы, дайте мне жить тем, отчего вы подыхаете с досадой. Заткните свои разрушители мира. Ты его разбудил. Вдруг протестует жена. Очевидно, я шагал слишком тяжело или, сам того не заметив, проворчал что-то вслух. Я остановился и от смущения застыл, как цапля на одной ноге. Однако беда невелика. Маленькая стелка будильника стоит на цифре десять. Малыш не успел даже закричать. Он уже не в своей колыбельке. Он уже лежит на руках у мати, прижавшись к ней. Он открывает свой рыбий ротик и хватает кончик материнского соска в трещинках, который не выдает положенного ежедневного децилитра. морябелька. Эта порция материнского молока предшествующей соски входит в ритуал Моники, предусмотренная ее катехизисом по детоводству. Наши пижамы греются на радиаторе. Свернутый чехол с дивана делит кровать пополам. Обычно в этот час серые зрачки моей жены сужаются, становятся не больше простой карандашной точечки между веками. Но нынче вечером глаза открыты слишком широко, а брови слишком насуплены. Пора открыть рот. Я кончил статью, отнесу ее завтра утром, а на обратном пути попытаюсь разыскать Фреда, если он все еще живет в том отеле. И Моника постепенно закрывает глаза, начинает мурлыкать песенку и отбивает такт туфелькой, из которой выскальзывает голая ступня. Фред читал, скорчившись на кровати. Чтобы проникнуть в его комнату, нужно было только толкнуть полуоткрытую дверь в конце темного коридора, от которого ответвляется второй коридор, куда заглядывают лишь закореневый обитатель мансард. Было слышно, как по водосточному желобу стучат воробьиные лапки. В старой мыльнице лежали три засохших ломчика колбасы. Пожидки моего брата висели прямо на гвоздях, прибитых к филенке двери. Особенно нищенским был запах. Если деньги не пахнут, то отсутствие денег пахнет слишком сильно. Фред вяло повернулся и, даже не моргнув, протянул мне свою лапищу, заросшую волосами чуть ли не до ногтей. Сижу на миле старик. Пришлось перебраться из прежней комнаты в эту мансарду. Впрочем, из-за нее тоже не плачено. Ты пришел вовремя. Я собрался тебе написать, чтобы ты ко мне заглянул. Он шмыгнул носом, сел на край кровати, язычно протрубил, видимо, желая меня умаслить. Надеюсь, мы отхватим изрядный куш, а? Углы его губ, отвороты пиджака, пояс, шнурки от ботинок. Все сползло, все опустилось, как и он сам. Фердинанд резон, скатившийся на дно. Я не мог удержаться и съязвил. В данный момент меня вполне устроили бы двести восемьдесят восемь франков. У-у-у, возразил Фред с наигранным простодушием, и ты мог подумать на меня? Меня обезоружило это запирательство, столь неуклюже, что прозвучало оно, как прямое признание. Я смотрел на брата с презрительной жалостью, на которую он ничуть не обиделся, ибо в сущности рассчитывал на нее. Этот взгляд из-под лобья, этот слегка выставленный локоть напоминали прежнюю рухлю, каким он и остался мальчишку непревзойденного мастера увертываться от пощечин, играть на чужих нервах и выклянчивать прощение. Знаешь, продолжил он, «Я хочу тебе кое-что сообщить. Я позавчера видел мать». На другой прием рухли, отвести от себя внимание, направив его на какое-нибудь другое свинство. Однако Фред виделся с нашей матерью, значит, Фред решил что-то предпринять. Возможно, мы могли бы владеть дело. Конечно, нельзя полагаться на его добросовестность. Вот уже много месяцев подряд, как он болтается между двух лагерей. Он видел вдовицу, значит, пытался договориться с ней, а меня даже не поставил в известность. Но с другой стороны, он хотел со мной повидаться, значит, переговоры не увенчались с успехом или требуют моего участия. Иначе Фред, можно в этом не сомневаться, не колеблясь, договорился бы с матерью за моей спиной. Она прежде всего начала меня расспрашивать, родился ли у тебя младенец. Родился мальчик, бросил я. Ей на это плевать, продолжал Фред, без передышки доказав тем самым, что ему тоже плевать на это обстоятельство в равной мере, как и нашей матери. Но ей требуется точная дата рождения и все имена ребенка. Пусть, говорит, Жан не принадлежит больше к нашей семье. Марсель хочет занести все эти сведения в генеалогические записи вашего отца, которые я ему вручила и которые он намерен вести впредь. Генеалогическое древо Ризо, доверенное Марселю, сыну Марселю, смех да и только. Я сразу узнал мрачный юмор мадам Ризо, «Вы прочли мои письма, ну и что?» По трезвом размышлении я признал ее отпор просто смешным. Нет ничего более обычного, более характерного, чем подобное узаконение. Один мой приятель, избравший своей профессией генеалогические изыскания, сказал как-то нам, «Мне то уж вы можете верить, ведь мне платят за то, что я снабжаю клиентов предками». Так вот, я еще не встречал в своей практике достоверного родства, если даже деды и прадеды помещены на самых, казалось бы, бесспорных ветвях генеалогического древа. Ведь в некоторых населенных пунктах иной раз больше трети детей незаконно рожденные. Четверть мужчин и то и азанижают цифры рогоносцы или были таковыми хотя бы однажды. В десятом поколении у вас среди предков заведомо будет один или два незаконно рожденных. В небрачное рождение оно торжественно шествует с короной на голове и плевать ему на хромосомы. Итак, все мы носим узурпированное имя, все мы проправнуки неизвестного предка. Я улыбнулся недовольный тем, что доволен. Фред по-прежнему разглагольствовал, поджидая, когда я перестану зевать, чтобы тогда перейти к серьезному разговору. Фраза за фразой он подступал к главному вопросу. Помимо всего, насколько я мог понять, в нашем хвалебном не все идет гладко. Кирвадек требует, чтобы вопрос с завещанием был улажен до свадьбы его дочки и до передачи замка обратно. Марсель со старухой поэтому торопится покончить с этим делом. То есть мой брат гулко потянул носом, потом вдруг весь изогнулся и заерзал на месте, словно малыш, которому не терпится сбегать кое-куда. Надо тебе сказать, словом, наша мамаша сама сделала первый шаг, сама пришла сюда ко мне, и при том совершенно неожиданно наше свидание прошло на высоком уровне. Она ничего не пыталась мне навязать, не устроила мне сцены, не ораторствовала, услуга за услугу, вдавиться женщина с головой, куда более степенная и рассудительная, чем прежняя психимора. Он, Фред, видите ли, разглядел все это своими подслеповатыми глазками. Он, видите ли, полагал то, полагал это, наконец, желая удовлетворить мое ледяное нетерпение, он выдавил из себя. Она предложила сто тысяч франков. Глаза Фредди блеснули, он уточнил, вернее, просмаковал сто тысяч франков каждому из нас. Мерзкий торг, но стоит ли мне сетовать? Ведь Фред мог сразу согласиться прикарманить денежки и бросить меня ни с чем. его поведение заслуживало пятерки с плюсом. Названную выше сумму нам дают при двух условиях. Мы возвращаем бумаги и ставим свою подпись, чтобы можно было утвердить акт о ликвидации разделе. Таким образом, со всеми спорами будет покончено раз и навсегда, если даже нам удастся побить еще кое-какие карты противника. Упорхнула прочь моя иллюзийка. Не видать Фреда пятерки? Фред не мог ничего сделать, потому что не имел права подписать бумагу за меня. Тонкая штучка наша старуха, вздохнул он. Она, видимо, не знает точного количества писем, но на всякий случай принимает меры предосторожности. Откровенно говоря, я надеялся на дутье дважды. Ты только пойми, нам вовсе не обязательно начинать процессами и в руках всю эту коллекцию. Вполне хватит трех-четырех наиболее компрометирующих писем. Мы могли бы отложить их, а старухе продать весь пакет и, сорвав с нее хорошенький куш, начать с остальными письмами атаку. Это она и заподозрила, жаль, сорвалась такая ловкая операция. Ловкая. Фред от радости пускал слюни. От его слюнявости становилось тошно. Слабость, унаследованная от нашего отца, которая перевесила дух коварства, увы, бесполезной для Фреда, унаследованной от матери, не позволила ему перейти стадию поползновений. Он слопал свои тридцать сребреников, не отдав ни одного. Однако намерения Фреда полностью выражали его суть. Этой жабьей икре не дано познать следующей эволюции. Она навсегда таки останется жабьей икрой. Ну, что скажешь? Дай подумать. Хотя деньги принадлежали мне по закону, я не мог их спокойно положить в карман. Шантаж не имеет ничего общего с законными требованиями. Впрочем, повторяю, все деньги Резо казались мне нечистыми. Ту малость, что мне хотели швырнуть, мою жалкую долю, я уже давно предназначил на покупку чего-нибудь роскошного, более чем излишнего и решительно бесполезного. Принять эти сто тысяч франков и пожертвовать их на какое-нибудь благотворительное дело, это, пожалуй, даже шикарно, но унижение все равно останется, ибо мадам Резо никогда не узнает о моем благородном поступке и решит, что купила меня, а публичного унижения не искупить своей личной гордыней. Существует еще, так сказать, половинчатое решение чисто символического характера, потребовать перстень сия Резо для себя или бабушкино обручальное кольцо для Моники. Однако, будет ли это достойно моей гордыни? Остается помиловать, отдать безвозмездно и полностью все документы, на которые точит зубы алчный Фред. Но красивый жест останется красивым жестом, и справедливость этим не восстановишь. Марсель и его матушка вполне заслуженно понесут убыток в 200 тысяч франков. Подобная кара вполне соответствует их моральному уровню. С другой стороны, если Фред не откажется от своих прежних намерений, по какому праву я смогу навязать ему свою волю? Самое разумное пренебречь этой сделкой, предоставив в поле действия нашему первенцу, сохранив для себя привилегию чистоты. В качестве личного удовлетворения это меня устроит, тем более, что на мою долю достанутся боевые почести. В конце концов, если бы отец в свое время меня попросил, я бы охотно отказался от моей доли наследства, не для того, чтобы сохранить моральный майорат, а просто для того, чтобы не уподобляться волчности братцам и чтобы разжечь в себе презрение к ним. Я способен оказать любую услугу даже ущерб себе, когда речь идет о том, чтобы подчеркнуть свою значимость, и в этом плане я готов оказать услугу самому заклятому своему врагу. Большинство великодушных поступков вдохновляется именно таким кокетством более или менее явным. Ситуация становилась точно такой, какой ей полагалось быть. Отказ вместо грабежа. Пусть королева-мать приплетется в коносу выклянчивать королевство для своего ублюдка, и тогда все уладится. Фред ждал, опустив глаза и распустив губы. Он весь как-то сник. Я вдруг хлопнул его по спине. Ладно, подпишем, но возвращаться в следа я не желаю. Мы заготовим у любого нотариуса доверенность на имя Марселя, а он пускай расплачивается за роскошь трижды подписать имя резон. Я требую лишь одного. Пусть Марсель и наша мать вежливенько придут за доверенностью ко мне домой. А что касается бумаг, скажи, что я не хочу к ним прикасаться. Можешь добиваться с их помощью всего, что тебе заблагорассудится. Как так? Ошалело, но восторженно спросил Фред. В его орбитах перекатывались два желтоватых шарика, где плавали два грязных зрачка, два кружочка трюфеля в рыбном студне. Нет, не от уважения дрогнули его веки. А из жалости к дураку брату... «Хорошо, хорошо», пролаял он, «сейчас я позвоню Марселю». Потом, перескочив на другую тему, с такой же быстротой, с какой курица тащит в безопасное место найденного ею червяка, он снова начал разглагольствовать. «Кстати, о Марселе, знаешь, он теперь у плевеньяков царь и бог». Дедушка окончательно впал в маразм, так одрехлел, так болен, что долго не протянет, Марсель ладит с бабушкой, обхаживает ее всячески, устраивает свои собственные делишки, выжимает из нее денежки в счет будущего наследства украдкой от вдовицы, которая, видимо, уже считает, что он ей слишком дорого обходится. Наш младший лейтенант приобрел машину. Я раздраженно стал застерегивать пальто. «Пора наконец заткнуть ему рот. Оставь меня в покое со своим семейством. Пришли мне открытку. Предупреди, на какой день и час будет назначена встреча. А когда вся эта канитель кончится, слышите, я не желаю больше ни о каких хризу. Опасаясь, что я передумаю, Фред сразу залебезил, распластался и принялся жалобно поддакивать. Потом, поведя носом и почуяв запах домашнего супа, он вдруг вспомнил, что стал дядей. «Мне хотелось бы повидать племянника», решился он. «Любой предлог был хорош, лишь бы не пускать Фреда к нам в дом. Извини меня, пожалуйста, но у моей жены грипп». Сухо бросил я и ушел, обманув ожидания Фреда. «Придут, не придут?» Хотя Фред предупредил нас открыткой, Моника не верила. Она хорошенько прибрала столовую, постаралась скрыть беспорядок, неизбежный при такой тесноте, когда все, к сожалению, на виду. Поставила в вас букетик чимерицы. Пройдя за ее спиной, я швырнул на стол несколько газет, запрещенных в хвалебном. Трогательный знак внимания. Надо же чем-то занять мадам Резо и ее сынка, ибо я решил для проформы заставить их подождать по всем правилам. Но при последнем осмотре Моника заменила газеты пятью салфетками и пятью чашками. Дать им чай или шоколад? Дай им каустику. Не успел я как следует рассердиться на свою ассистентку, которая позволила себе в самую последнюю минуту внести изменения в сценарии, задуманные режиссером. В передней уже затренькал звонок. Так как Моника не пошевелилась, пришлось идти отпирать мне. В довершении неудачи это оказался не Фред, а круглая шляпа, настоящий подбитый зимний стужей колокол, из-под которого выглядывало бесцветное лицо моей матери. Надеюсь, я пришла вовремя. Держу пари, что никто еще не явился. И тут же добавила менее резким голосом, который прерывался из боязни нарваться на бесполезное унижение. Ну, ладно, хоть бы Марсель пришел. Моя жена поспешила ретироваться и намеренно громко распевала в соседней комнате «Агу-агушеньки» вместо всяких извинений. Я усадил мадам Ризо, вдовствующую королеву, на наш лучший стул, напротив букета чимирица, которая вполне гармонировала с цветом ее лица. Обычная уверенность казалось покинула мадам Ризо. Она прижимала к груди сумочку с двумя ручками, раздутую тем, чего так ждал Фред, и из-под лобья оглядывала комнату. Ее смущение, которое она укрывала броней молчания, проистекало из иного источника, чем мое. Но все-таки оно бросалось в глаза. Как исчезает с течением времени сыновняя почтительность. Какой это ужас иметь дело уже не с детьми, а со взрослыми мужчинами, когда ты сама женщина, и когда ты не у себя дома, то есть не под защитой родных стен, традиций, обстановки, и даже этого супруга, августейшего искрогасителя для твоих нервов. Она косилась на дверь, стараясь изобразить высокомернейшее спокойствие. Она ждала Марселя с той тревогой, какую испытывают великие миры сего, оставшись без своего постоянного секретаря. Есть такие диктаторы, которые утрачивают способность пользоваться повелительным наклонением и выгодно подать себя в отсутствие преданных ушей и глаз. «У тебя не жарко, наконец», проговорила она, потирая кончики пальцев, обобшлак рукава. Сказано это было просто так, лишь бы что-то сказать. Радиатор поддерживал положенные ему пятнадцать градусов, что и подтверждал градусник, на который я небрежно взглянул. «А теперь мы покушаем», выводила за перегородкой Моника, неопределенная улыбка подняла уголки губ свекрови. Эти молодые женщины непростительно балуют своих младенцев. Потом рот крепко сжался и на несколько минут остался в таком положении, похожей на зажим для белья. Тщетные усилия, лицо ее уже не приводило на память лик горгоны. Оно все пошло трещинками, обвисло. На шею сползли стаденистые складки. Подбородок уже не торчит воинственно вперед. Он напоминает башмак, но башмак изношенный, стоптанный и окружен морщинами, похожими на старые шнурки. Чувствуя, что ее разглядывают, мадам Ризо испытывала неловкость. Она избегала смотреть мне в лицо, и только два красноватых пятна, как раз посреди каждой скулы, резко выделявшихся на бледном лице, выдавали ее смущение. Ей должно быть уже не холодно, теперь она обмахивалась, как веером правой рукой. Я по-прежнему смотрел на нее, смотрел с любопытством, смотрел издалека. Я уже утратил способность сердиться на эту вяло двигавшуюся руку, которая когда-то не скупилась на пощечины и которая сейчас только перемещалась в пространстве. Я уже раскаивался, что подверг эту старуху маленькой пытке, от которой мы страдали оба, как вдруг вторично затенькал звонок. И я с удовлетворением уловил в глазах мадам Ризо медный блеск, который наконец оживил тусклую зелень зрачков. В комнату быстро вошел Фред, натыкаясь на стены, перепуганный, выпавший на его долю удачей. В ответ на «Здравствуйте, мама!» последовало «Здравствуй, мой мальчик!» и Фред уселся в самом дальнем углу, а наша мать еще нежнее прижала к себе сумочку. «Ну и погодка!» заявил мой старший брат. Но мне пришлось снова подняться с места в третий раз про треньков звонок. Это явился Марсель. Это он четко и сухо печатал шаг, как и подобало младшему лейтенанту, человеку занятому, главному Ризо, выкраившему несколько свободных минут, чтобы присутствовать при теплой семейной встрече. в распахнутом пальто, полу которого били по воздуху, массивный, уверенный в себе, он прошел прямо на середину комнаты, как бы желая проверить, хватит ли ему места. Он козырял по-военному, хотя был в штатском. Удобное решение. Можно не выходить из рамок вежливости и избежать братских рукопожатий. Мадам Ризо, готов поклясться, что повадки Марселя ее раздражали, заслужила особый знак внимания. Ее любезно поцеловали в первый сустав указательного пальца, в ту косточку, на которую при счете месяцев приходится июль. Но так как в эту минуту с вежливой фразой на устах вошла более чем своевременная Моника, ей тоже досталось беглое прикосновение губ к среднему пальцу. После чего Марсель, бывший кропет, уселся на свои солидные ягодицы, поиграл локтями, вытянул свои ноги профессионального завоевателя, расправил плечи, а тем временем мадам Ризо, приободрившись в присутствии младшего сына, сочла уместным начать свою отповедь. «Надеюсь, нет необходимости говорить вам, как следует расценивать этот шантаж, который, прошу вас, мамочка, прервал ее Марсель, наконец-то, мы пришли к соглашению, а это главное, миндального печенья, а?» предложила Моника, обходя гостей стрелкой птифуров. Госпожа матушка прошипела благодарю, означавший отказ, который она как-то ухитрилась адресовать мне. Фред взял три штуки, Марсель одним махом разгрыз свое печенье пополам, оставив на обеих половинках великолепный оттиск зубов, и так, как моя жена удалилась на кухню, быстро предложил, «Давайте уладим это дельце». «Все необходимое при вас, мама?» Основная часть программы была разыграна с достохвальной быстротой. Фред протянул левую руку, на которой лежала аккуратно перевязанная пачка писем. При желании ее можно было счесть новогодним подарком. Правой рукой он жадно схватил пакет, который мать со вздохом извлекла из своей сумочки. Я в свою очередь швырнул на стол доверенности и Марсель слегка нагнулся над ней, чтобы проверить подписи. Мы услышали, как мадам Ризо шепнула, вернее выплюнула вопрос, «Хоть правильно она заверена?» Французская армия посмотрела, утвердительно кивнула головой и спрятала в карман гербовую бумагу. Все было кончено. Когда снова вошла Моника, неся в обеих руках кастрюлю с горячим шоколадом, все приняли непринужденный вид, и запах сделки сдался перед ароматом шоколада. Но Марсель уже поднялся со стула, «Прошу прощения, мадам, мне удалось вырваться только на четверть часа». Он взялся за шляпу, натянул перчатки. Он явно не желал себя дольше компрометировать. Сейчас он сядет в свою длинную машину, которая стоит перед коморкой нашей консьержки и вызывает восторги мальчишек с улицы Беллия де Дувр, не привыкших к таким роскошным автомобилям. Завтра при первой же возможности он пустит в ход свою доверенность. Как-никак документ не особенно надежный, его легко аннулировать. Процедура займет всего два-три дня. В конце концов он сыграл свою роль. Я подумал даже, что возможно он торопится вступить в брак с Соланж. Подумал с какой-то воинственной симпатией. Равнодушный незнакомец даже не обязательно чудовище. Пора отучаться видеть все в черном свете. Типичный буржуа двадцатого века серьезный цепкий плювеньек по характеру. Резо по привычкам этот молодой лейтенант с полным правом рассчитывающий на пять нашивок, а то и просто на звездочки, мог бы быть вполне приемлемым сводным братом, если бы только соблаговолил время от времени вспоминать о нас. Думаю, что если бы у него хватило так-то спросить о нашем малыше, я больше сожалел бы о разлуке с ним, чем о потере моих гектаров. Но ни он, ни Фред, который тоже поднялся со стула, даже и не подумали об этом. Ни затем они сюда явились, им не терпится отрести на моем половике прах со своих ботинок. «Давайте я подброшу вас к дедушке», предложил Марселе, вернувшись к матери. Удивительное дело, но она даже не пошевелилась. Она маленькими глотками садила шоколад, который ей подала Моника и от которого она не отказалась. Нет, выдохнула она между двумя глотками. Мне показалось, что она колеблется. На мгновение чашка, ручку которой она зажала большим и указательным пальцами, нерешительно качнулась на полпути между столом и ее губами. «Если ты приедешь в хвалебное раньше меня, скажи садовнику», но другая рука тут же отрицательно махнула. «Нет, нет, ничего не говори». «Я сама с ним увижусь». «Как угодно мама». Небрежно бросил вновь испеченный феодал. Благоразумие подсказало ему, что не следует сразу вводить в своем уделе новые законы. Все стало на свои места. Господа братья ушли, как уходят акционеры довольные удачной ликвидацией акционерного общества. Ясно, мы никогда больше не увидимся, станем чужаками, и нас разделит своеобразная ксенофобия, которая недостойна даже зваться ненавистью. Резур разбили на три клана. Клан ублюдка, на долю которого достались земли, деньги и генеалогия, которая будет считаться хранителем семейных традиций и, о, ирония, чистоты крови. Мой клан не принадлежит ни к какому определенному классу. Он скоро присоединится к бесчисленной когорте людей вне касты, которых множит наш век. А между нами двумя окажется, Фред оставим его для счета, изысканный бродяга, которому до смерти хочется вернуться в лоно буржуазии, но который к этому совершенно не способен. Скорее всего, ему на роду написано «опуститься внизы», как говаривал наш отец. Но если Фред и опустится до народа, то будет стыдиться этого, как стыдятся своих посещений борделя. Кто по мягкотелости, кто из любви к бунту, кто из алчности, но все мы трое содействовали исходу, который всегда грозит тем, кого принято называть великие мира сего. С нами произошло то, что происходит с тюльпанами, разновидности одного и того же семейства, как правило, в конце концов вырождаются. Буржуазия представляет собой именно такую разновидность в социальной флоре. Пускай Фред исчезнет, пускай Марсель, хотя бы для видимости, пытается продолжить организирующий род Трезо. Мне выпало на долю вернуться к естественному состоянию рядового человека. Поступая так, я вовсе не поврежу тебе, о мой сын. Будущее великое дело маленьких людей. Ты станешь тем, кем захочешь стать. Ты не будешь жертвовать того мировоззрения, которое превращает достаток в заслугу, богатство в достоинство, идеи в догму, культуру в превосходство. У тебя не будет привычки к привилегиям, поэтому ты и не приобретешь к ним вкус. Возможно, ты даже не одобришь своего отца, который стремится уничтожить привилегии не за тем, чтобы воздать должное справедливости, а за тем, чтобы взять реваж. А ты не стал разговорчивее, мой мальчик. Мадам Резо все еще подтягивает шоколад. Она властным движением налила себе вторую чашку. Пожалуй, я догадываюсь, почему она осталась. К ней вернулся опломб. Она хочет отплатить мне моей же монетой. То, что сохранялось в ней от психиморы, не позволяет ей удалиться, ни зашипев, ни отцарапов. Однако не будем выносить слишком бездоказательных суждений. Возможно, мадам Резо хочет в последний раз удовлетворить любопытство, прежде чем уйти в свою старость и равнодушие. Если малыш не спит, можно было бы рискнуть провести опыт. Мне тоже это было бы любопытно. Почему вы ждете? Почему до сих пор не показали мне малыша? Вдруг слышится равнодушный голос, отраженный дном пустой чашки. Опереди его. Будем же начеку против этого запоздалого порыва родственной нежности. Мадам Резо сказала, почему вы ждете? Неужели тем вы? Она признала меденетку? Впрочем, ничто на это не указывает. Она по-прежнему не обращается к Монике, даже не глядит в ее сторону. А когда Моника подавала ей шоколад, я заметил движение руки, каким дают знать прислуги довольно. Это рассчитанное на двоих «вы» должно и меня не свести до уровня Моники. Бабушка требует своего внука совсем так, как бы она потребовала, чтобы ей привели очередного младенца какой-нибудь нашей фермерши. Быстро отворив дверь в смежную комнату, Моника тут же появляется снова, высоко подняв конверт, откуда выглядывает круглая заспанная мордашка. Малыш ужасно похож на увеличенный в размерах губ, который запекает в крещенский пирог. Мадам Резо корчит гримасу, теперь я твердо знаю, бабушка не возьмет внука на руки, не поцелует его. Впрочем, оно и лучше. В показных поцелуях всегда есть что-то от Иудина лобзания. Она бормочит одновременно любезно и горько. Он похож на тебя. Это не самое лучшее, что он мог сделать. Ничего не попишешь, матушка, ведь мы с вами тоже очень похожи. Лучше походить на своего отца, чем совсем на него не походить. Я вам этого не скажу, чтобы не задеть мою жену, которая чтит паклю, заменяющую вам седины. Но вы догадываетесь сами, хотя мы уже отвыкли понимать друг друга с полувзгляда. Так поспешите же добавить, чтобы охарактеризовать поведение этого малыша, который, увидев вашу шляпу пугала, а не шляпу, начинает громко вопить, но и характер у него тоже твой. «Если вы хотели меня уязвить, так знаете же, что вы только порадовали меня. Решительно вы разучились пускать стрелы в самое уязвимое место». Очевидно, вы и сами это поняли, заметив нашу молчаливую улыбку. Недаром вы стараетесь бить ближе к цели. Надеюсь, вы сможете дать ему приличное воспитание. Судя по вашей обстановке, зарабатываешь ты немного. Зеленый взгляд перепархивается с стула к столу и обратно ощупывает некрашенное дерево, задерживается на люстре, представляющей собой простой стеклянный диск. Скользит вдоль стены наклеенных слишком тоненькими обоями и под конец упирается в паркет, где Молли не посчастливится обнаружить ковер. «Нам хватает», шепчет моя жена, уткнув нос в шейку своего сына. «Успокойтесь, мама, мы счастливы». Услышав это слово, которое попахивает благополучной развязкой кинобоевика, услышав слово, которое для нее или ничто, или подчеркивает самую ее смертную неудачу, мадам Ризо сотрясается в приступе тихого смеха. Мадам Ризо вновь прибегает к своему презрительному, своему разящему «вы». «Вы счастливы? Счастливы? А что это значит? Это значит, что моя мать несчастлива. Для устрицы жемчужина просто стеснительный нарост. А ты не изменился, мой мальчик. Все еще любишь прихвастнуть. Когда я думаю, кем бы ты мог стать и кем ты стал, я понимаю, что произошло. Счастливы? О, ну тогда хриплый стон, вырвавшийся из самой глубины ее глотки и ее досады, пробивается сквозь брешь ее губ. Мадам Ризо уже не говорит, она лает. Ну тогда это конец всему. Значит, лошадка уходилась. За всем следует совиное уханье, читая смех. Напрасное старание, тон явно не тот. Фальшивая режущая ухо нота. Я уже заметил этого нотариуса, и мне начинает казаться, что будь я более натренирован в юности, я бы еще тогда разгадал этот фальшивый звук. Во всяком случае, язвительность типичной наемник. Он спустя рукава защищает последний оплот тщеславие. Бедный мой друг, как будто мы живем на этой земле для того, чтобы коллекционировать радости. мадам Резо теперь проповедует. Не будем слушать ее разглагольств в ней. Лучше коллекционировать радости, чем коллекционировать мух. Эту науку я оставлю себе. Радость — единственная область знания, исследованием которой не занимаются ученые-специалисты. она отдана во власть любителям, смешивающим, как правило, радость и удовольствие. Не помню, кажется, одна из новоиспеченных святых изрекла, я весьма сожалею, что нельзя лишить блудниц их титула девушек для радости. Я не занимаюсь спасением своей души, мне даже не хочется добиваться личного спасения. Мне только удалось чуть приблизиться к небесному полугу, хотя он величиной всего с полуг над нашей кроватью. Я не собираюсь хвастаться этой случайной удачей. Еще два-три года назад я считал, что вершина наслаждения это ускользнуть одному от всеобщей погибели. С тех пор, как появилась Моника, появился мой сын, я не так в этом уверен. Из той доли, что они оставили мне, из лучшей доли, мне бы хотелось бросить несколько крох льву и шакалу, Марселю и Фреду, чтобы дать им почувствовать вкус и счастье. Вы думаете, мама, о том, кем бы я мог стать? Я тоже об этом думаю. Спасибо вам. Вы дали мне случай стать тем, кем бы я никогда не стал, если бы, любя вас, полюбил бы все то, что вы собой представляете. К счастью, я вас не любил. Я не хочу сказать, что я вас ненавижу. Не будем больше злоупотреблять словами, и особенно нашими дарованиями. Я вас не люблю. Я вас не ненавижу. Хуже другое, я вас не чувствую. Я чувствую себя рожденным от неизвестной мне матери. И ничем вам не обязан, кроме жизни, как твердит Моника. Однако все, что вы мне дали и все, в чем вы мне отказали, уравновешивается. Разумеется, я отнюдь не прощаю вас, но наши взаимные претензии, наши раздоры кажутся мне теперь ужасно далекими, слишком личными. Чего стоит все это клохтание в курятнике по сравнению с чудовищным бредом, который грозит потрясти Вселенную? Врожденный порог, порог преимущественно бурразный, это способность реагировать лишь на частности. Монолог монолог рознь Моя мать по-прежнему кисло-сладко ораторствует. Она без конца тянет летанию афоризмов, позаимствованных из репертуара нашего отца. Впервые я вижу ее столь красноречивой и столь неубедительной в своем красновечии. Она из кожи лезет вон, лишь бы уверить меня в моей нищете, в моей неблагодарности, в моей низости. Неужели ей, которая никогда не находила нужным оправдываться, требуется сейчас самооправдание? Все это похоже на вязкое предвыборное разглагольствование. Может быть, она надеется сразить меня? Если слова единственное оружие, которым она еще располагает, подобно тому, как они были единственным оружием Серезо при его жизни, мне остается только улыбнуться. Наконец-то мертвый покорил свою удову. В этой словесной атаке есть что-то безнадежное, что-то глупое. Так очевидно сатана искушал Иисуса на горе. Милая старая психимора, ты могла бы причинить мне гораздо больше зла, хотя бы просто дать мне понять, что твой выбор мог быть иным. Неужели ты не знаешь, что я мог бы быть великолепным ублюдком, настоящим кропятом вместо этого младшего лейтенанта, который тебя эксплуатирует и который тебя не любит? А я, я бы сумел обратить тебя в свою веру, я бы заставил тебя позабыть, что мы, твои дети, принадлежим к двум различным породам, рожденные от нелюбимого мужа и от потерянного возлюбленного. я сумел бы сделать тебя матерью всех нас, матерью, которая не делает различий, словом, просто матерью, конечно, я хвастаю, но разве это хвастовство, мамочка, не лучше брошенной вами заключительной фразой, произнесенной наигранно саркастическим тоном фразой, которая вам хотелось бы сразить нас, как парфянской стрелой, и которая вернулась к вам, как бумеранг. Если это тебе улыбается, что ж, будь тем, кем ты по твоим словам стал. В конечном счете страшнее всего изменить самому себе. С этими словами она ушла, изменив самой себе. ушла с пустой сумочкой, прижатой к пустому сердцу. На пороге она обернулась, крючковатая, вся осевшая, чуть ли не дрожащая, как в лихорадке. И впервые она удостоила взглядом женщину, которая одолела ее силой своей молодости и вот этим ребенком, высоко поднятым материнской рукой. Уже ничто не сможет вознести мадам Ризо на эту высоту и особенно то, что поддерживало ее в течение двадцати лет. Не забуду ее взгляда, обнаженного как нерв, прячущего свою беду под тяжестью век. Не забуду этого высшего усилия воли, позволившего ей выскочить на лестницу и злобно хихикнуть за дверью, прежде чем хлопнуть ее изо всех своих сил. В окно я вижу, как она нерешительно удаляется по-змеиному избиваясь. Отсюда сверху мне кажется, будто она ползет по дну узкой улицы, нескончаемо длинной, такой же длинной, какой будет ее старость. Два черных пера на шляпе, чем-то похожи на два отростка на голове рогатой змеи. Ну что я такое говорю? Символ давно устарел. Иди. Меня больше не интересует твое не слишком хитроумное племя, милейшая змея. С меня вполне достаточно одного кольца, которое ничем не обязано вашим. Я крепко держу в руках то, чего у тебя нет. Источник моей силы иной. Не она владеет мною, а я ею. Моя сила здесь здоровая, бесхитростная. Мой большой крещенский буб и владычица в передничке, которая пьет мою улыбку с такой жадностью, что хочется крикнуть «Королева пьет! Королева пьет!» «Я знаю, сила это не без изъяна. Я предвижу дни отсутствия, не отсутствия памяти, отсутствия забвения. В одну из таких минут голос идущий с этой стороны шепнет мне «О чем ты думаешь?» «Я не отвечу, но если вопреки самому себе я вызываю в памяти тебя о моей юности, я не буду вызывать к тебе больше. Ты не совсем исчезла, но ты очень далеко, как он та женщина, которая там в конце улицы, теперь не больше точки, которая борется с порывами ветра и которая как бы уносит с собой зимнюю стужу. Вильнокс в декабре 1949 август 1950 август 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 август